Друзья, всем привет и добро пожаловать в наш первый видеоразбор работ моих студентов. На самом деле, это совсем не первый разбор. У нас таких было просто, ну, очень много. Но то, что сейчас видеоформат, да, это такое у нас впервые. Тем более, сейчас у нас есть свой YouTube-канал. И, соответственно, почему бы сюда бы это дело не грузить? Учитывая, что я, конечно, я за ним очень мало сейчас смотрю. У меня, к сожалению, времени совсем нет. Вот. Ну, я думаю, то, что я сейчас загружаю вот эти видосы, это очень классно. Во-первых, это полезно для моих студентов. Соответственно, также это будет полезно для тех, кто у меня не учится. И хочу сразу сказать, что совсем скоро я объявлю о том, то, что здесь, в этих обзорах, могут участвовать те, кто у меня не учился. И это будет очень-очень круто. Совсем скоро, опять-таки, я скажу все условия, что и как. Мне нужно это сейчас момент проработать, потому что это непросто. Сказать, присылайте мне свои работы, там есть куча своих нюансов. Как я этот момент урегулирую, то, соответственно, я об этом объявлю. Значит, ребят, хочу сразу сказать, сори за звук. В этом видео у меня, конечно, немножко с этим обломилось. В плане того, что я всегда стараюсь, чтобы звук был хороший. Вот. Но немножко не получилось. Я-то в данный момент себя-то вот записываю, как вот с рекордером. Он направлен в мою сторону, все посторонние шумы, их не слышно. Вот. А учитывая, что я сейчас записываю этот разбор с учетом того, что плюс я еще сам ретуширую, то, соответственно, ну вы сами понимаете, мне просто тупо неудобно было как-то вот это все дело подстроить. То есть, если в позапрошлом видео получалось так, то, что микрофон, точнее, рекордер стоял вот на этой, ну вот, на этой замечательной стоечке, то в этот раз это было настолько мне неудобно в плане вытащить руки и свободно ретушировать. Я, короче говоря, взял петличку. И петличка, зараза, меня как раз-таки при датике и подвела. Петличка, проблема ее в том, что она слышит все звуки, какие тут есть. Я-то записываю, получается же, на балконе у себя. У меня тут застекленный балкон. Но все звуки, короче говоря, пропускает. Плюс, проблем-то в другом. Я же записываю себя в данный момент на MacBook Pro. То есть, на веб-ку MacBook Pro. Вот. И плюс одновременно еще идет видеозахват моего второго монитора в 4К. Поэтому видео в 4К. Рекомендую переключиться, если у вас возможность. Смотрите в 4К. Иначе зазрею я что ли старался-то. Вот. И получается... Да, я понимаю, что процентов 20 всего лишь у меня на канале смотрят в 4К. Все смотрят на мобилки. В Full HD. Ну, хотя бы в Full HD смотрите. Потому что иначе как смотреть разбор. Вот вы видите сейчас, какое качество вот вебочка-то передает. И, соответственно, какой смысл смотреть, как его разбор работ. Вот. Где, говоришь, показываешь какие-то ошибки. Говоришь про цветовой шум и так далее. Когда его изначально даже здесь и не видно. У меня уже в этом плане опыт есть. Вот. Когда мы транслировали как раз-таки портфолио-ревью. И там качество просто было такое мертвое. И когда я сам пересмотрел, я думаю, блин, как люди смотрели. Ведь я же столько всего там объясняю. Это даже не видно. Вот. И поэтому я, короче говоря, позаботился о том, что звук был в 4К. Вот. И, короче, я ушел в сам звук, говорю, в видео в 4К. А я ушел от темы звука. И петличка, зараза, короче говоря, она все это дело улавливает. Получился сильный гул от ноутбука. Потому что, еще раз говорю, нагрузка на процессор, на видеокарту. Когда столько всего запущено сразу. Вот. Все это дело, в общем, греется. Все это потом обдувается. И плюс еще там дети плачут на улице. Собаки гавкают на улице. Если ремонт делает кто-то, ой, короче, я запарился. Поэтому это не халатность с моей стороны. А это именно техническая проблема, которую я никак на данный момент решить просто тупо не могу. Поэтому ваши комментарии тех, кто вот этот момент упустил. У меня сейчас кто-нибудь напишет. Что-то какой-то звук не очень. Что-то там еще что-то такое. Ребят, еще раз говорю. Вот как мог, так исправил. И не надо мне давать советы, как это сделать. Вот серьезно. Вот я как мог, вот сделал все. Вот. Понятно. Такое ощущение, что я сейчас готовлю вас к какой-то катастрофе. На самом деле, никакой катастрофы нет. Но мне самому неприятно. Потому что многие знают, мой дурацкий, этот, как его, приз. Мои дурацкие приставы перфекционизма. Я люблю, что все было хорошо. А в итоге, короче говоря, самому стыдно. Перезаписывать я это дело не буду. Еще раз говорю. Потому что по-другому я и не могу перезаписать. Вот такие вот, короче говоря, дела. Вот такое вот приветствие. Вот такое вот сопровождение приветствия. Вот. А в целом, думаю, все сказал. Вот. А давайте приступим, получается, к нашему разбору. Значит, первая наша работа. Только мне осталось нажать на таймер. Все, таймер пошел. Первая наша работа. Значит, фотоаппарат. На что мы снимали? Мы, значит, снимали на камеру. Где камера? А вот. 90D. Объектив 1855. Значит, параметр объектива 7.1. Диафрагма. 1.160. Выдержка. Вот. Окей. Ну, давайте его будем сейчас разбирать. Итак, если посмотреть сейчас, получается, на снимок. В целом, мне он нравится. Он прикольный. Вот это тонирование тоже все красиво. Мне нравится вот это все сочетание. Все классно. Но, опять-таки, я прекрасно понимаю, что это было снято на китовый объектив. Кто не знает, что китовые объективы, они сами по себе мыльные. Посмотрите, вот сейчас ссылочка выйдет. В описании вы можете увидеть, что китовые объективы, они очень-очень, как его, проигрывают другим объективам по резкости. Я уже примерно понимаю, что сейчас я увижу. Итак, значит, 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 я не переключил, к сожалению. Сейчас я не переключил планшет на второй экран. Да. Сейчас мы его переключим. Переключил планшет и, ну, вот, я вижу, сколько времени добавит. Итак, значит, если я начинаю увеличивать эту фотографию, то что я вижу? Я вижу, во-первых, мыло. Во-вторых, такой вопрос. А зачем вот здесь вот вы так замылили, что нос слипся? То есть, вот здесь видно, что здесь мыло. Видно, что здесь, опять-таки, тоже у нас мыло. Это все у нас замылено. Вот зачем это нужно было делать. И, опять-таки, почему я сейчас говорю про мутную оптику? Мутная оптика плюс замыливание дает вот такой вот результат. То есть, сдалека смотрится вроде бы как норм, а поближе уже видно все вот это вот. А еще у меня такое ощущение, судя по тому, что здесь есть цветовой шум, у меня такое ощущение, что как будто бы вы снимали, вот еще ляп, сейчас я про него скажу, как будто вы сейчас обрабатывали JPEG. То есть, вы не конвертировали RAW, вы просто взяли, ну, как, просто JPEG, который был, и, соответственно, его и редактировали. Что здесь появился какой-то цветовой шум. Часто JPEG так выглядит. Но, опять-таки, может быть, я в данный момент ошибаюсь, но вот этот вот цветовой шум, он немножко, конечно, лезет в глаза и он портит. Во-вторых, если сейчас я вот сюда вот увеличу, я вижу ваш ляп. Что это за ляп? Здесь видно, что слой случайно вы сдвинули, вы не усмотрели. Я на курсе постобработки много раз говорю, что когда вы делаете какие-либо корректирующие слои, закрепляйте их. То есть, вот здесь вот есть этот крестик, и, соответственно, если вы там чихнете, кошка по клавиатуре пробежит, либо еще что-то, ну, я имею в виду, чихнете и мышку так вернете, ну, это такой у нас прикол. Вот, а, соответственно, ваш слой останется на месте. Вот группа, которая сейчас занимается, они это увидят, и как раз они, ну, они это и прошли, и они поймут, о чем я говорю. Вот, а видно вот здесь вот какая-то замыленность, потом вот какие-то дубликаты идут. Я не знаю, что вы за слой с каким-то шумом закладывали, что очень сильно все это видно. Обратите внимание, то же самое здесь у нас замылено. Очень-очень прям не очень, по-другому сказать не могу. Теперь, опять-таки, вы должны быть готовы к тому, что когда вы фотографируете людей, особенно с поднятыми, ну, поднятыми подмышками, какими-то частями, вы должны смотреть, все ли там окей. То есть, что значит, все ли там окей? Понятное дело, нужно смотреть на кожу, потому что кожа там, она всегда разная. Вот, и если сейчас тоже посмотреть, ну, вот я вижу просто вот эти вот, как они, кожные складки. То есть, я не говорю, что что-то плохо у модели, это все абсолютно нормально, это есть у всех. То есть, кто не верит, подойдите к зеркалу, поднимите вашу подмышку, посмотрите, вы тоже самое там увидите. Просто здесь нужно было вот это вот почистить. Соответственно, как и почистить вот эти вот какие-то точки, которые в данном случае здесь нужны. Понятное дело, что вот это вот у нас тени, вот, но вот это вот, то есть вот, 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 нужно было почистить. Теперь, если я сейчас затемню фон для того, чтобы посмотреть, что здесь вообще происходит, так я кривую сюда перекинул. То есть, вот так. И, соответственно, что я увижу? Я увижу грязь. А еще я вижу, вот, пожалуйста, еще один стык слоя, который вы, слой, который вы подвинули, и, соответственно, вы вот это вот не дотерли. То есть, пожалуйста, я вижу всю эту грязь, соответственно, как она и вот здесь, и вот этот вот слой. Нужно на это обращать внимание, миллион раз про это я говорил. То есть, это здесь видно. Вот такие вот, короче говоря, минусы. В целом, снимок сам прикольный, но, опять-таки, я бы его немножко переработал, точнее, доработал бы вот эти нюансы и убрал бы вот этот вот цветовой шум. При печати цветовой шум может просто тупо вылезти, и машина, которая печатает, она не поймет, что это такое, и вот вам может напечатать, короче говоря, хрень. Смотря еще, опять-таки, на какой машине вы печатаете. Плюс, насколько нужен вот этот волос вот здесь, непонятно. Равносильно, как и насколько нужен волос здесь. Ну, а если я еще подниму по яркости, то, соответственно, ну, что я вижу? Вот, точка, вот, вот. Не знаю, почему вы это не убрали. Кожу замылили, а вот эти элементарные вещи вы просто, не знаю, не заметили, проигнорировали, не знаю. Вот, поэтому лично моя рекомендация доработать этот снимок. В целом, снимок хороший. Все классно здесь получилось в плане творческом. Мне, в общем, он нравится. Какой-то я опухший выгляжу тут. Значит, следующий наш участник. У нас эта камера, на что у нас, так, это 80D, объектив Sigma 1750, отлично. Диафрагма 3.5, выдержка 1.100 и SO100. Ну, и давайте поглядим на этот снимок. Итак, первое, на что здесь нужно обратить внимание, это то, насколько ваша модель, она видна. То есть она, как это слово сказать, акцентирована. То есть, вот обратите внимание, я сейчас всего лишь сделаю такое легкое, искусственное такое вот винентирование. То есть вот. И при этом нужно это сделать, чтобы это не было сильно палевно. То есть без жестких краев, с мягкими, очень мягкими переходами. Ну, примерно пусть будет вот так вот. Вот. И, конечно, все равно это видно. Я немножко еще растушую. Вот чуть-чуть. Сейчас так. Ай. То есть вот. Ага. Ну и просто давайте посмотрим. Сейчас вы видите, насколько вот здесь вот эта вот часть, она выбивает возможность посмотреть нормально на модель. Сейчас я это просто тупо приглушил, и, соответственно, модель больше бросается в глаза. Да, было бы здорово. Опять-таки, не всегда получается сфотографировать так, чтобы и освещение было нормально, и творчески. То есть все сразу там красиво все стояло, я имею в виду, и композиция, и прочее. Вот. Но если сейчас просто начать прорабатывать вот этот вот снимок, опять-таки, я сейчас это, имейте в виду, я сейчас это делаю очень так грубо. Вот. И, учитывая, что всего есть у меня на каждого три минутки, а уже вот полторы, я считаю, прошло, вот, мне нужно успеть это все просто показать. И в итоге, сейчас если посмотреть, посмотреть вот и вот. Лично моя рекомендация проработать этот снимок в RAW-конвертере и вытащить максимально, то есть по деталям этого человека оттуда. Вот. То есть немножко добавить контрастность. Вот. Опять-таки, еще раз говорю, да, вот здесь вот сейчас это видно, потому что, ну, это я очень быстро делаю. Вот. Если немножко добавить контрастность, если добавить немножко четкость, вот, я не знаю, насколько нужно, чтобы вот этот вот синий оттенок был. То есть, да, возможно, здесь стекло, вы хотите, чтобы это синело. Вот. Если вы не хотите, ну, немножко подправьте баланс белого. Вот. И в итоге уже сейчас снимок будет выглядеть гораздо лучше, чем вот так. Видите? То есть сейчас есть акцент, куда смотреть, на кого смотреть, и взгляд застревает. А вот здесь вот все получается наоборот. Вам светит очень сильно это все в глаза, и вот это получается в крайнейшей темноте. А если сейчас, сейчас перевести это, значит, в черно-белое, вот. Ну, опять-таки, если я это перевел в ЧБ, то, соответственно, нужно еще чуть-чуть побольше выделить, получается, модель. И еще чуть-чуть побольше. Вот. А также не хватает, опять-таки, контраста. Сейчас чуть-чуть вот так добавлю. Вот. Он тоже выделяется. И еще раз повторюсь. Вот это свечение, которое здесь есть, его быть не должно. Нужно просто аккуратно, просто очень-очень аккуратно его оттуда вот так вот вытащить, чтобы не было никаких вот этих вот фонарей. Цель вот этого объяснения заключается в том, то, что вы должны понимать, что у вас вот так модель в темноте, но как будто здесь белое винетирование. А вот так вот получается, что теперь модель у нас в кадре. Вот. Если решите сделать этот снимок в ЧБ, прорабатываем еще потом усиленнее, чтобы он также торчал. Иначе, если вот так вот, то получается опять плоско. Но здесь, опять-таки, это в RAW-конверторе, кисточкой, ну, или в самом Photoshop. Вот. Можно это все дело вот так вот обработать. В целом, снимок, может быть, еще можно вот так вот кадрировать, к примеру. Если бы вы изначально вот так вот бы сняли, то было бы еще лучше. Вот. Сейчас я... Вот. Получается, что взгляд не отвлекается на еще высшее пространство, и у вас вот этот дедулечек у вас в кадре. Поэтому моя рекомендация проработать этот снимок в RAW-конверторе, вот. И, ну, и, соответственно, скинуть мне, ну, в группу с тегом «пересдача». И как и первую работу, которую я смотрел. В целом, прикольная работа. Единственное, что, просто доработать все ее. Ну, и следующая работа, значит, она снята на Canon 750D. Объектив 85-108, диафрагма 2.8, выдержка 1.40. Диафрагма... Этфу диафрагма ISO. 200. Итак, уважаемый студент. И уважаемые остальные все студенты. Вот сколько я с вас спрашивал про выдержку и фокусное расстояние. И, опять-таки, я не знаю. Сейчас я просто открою эту картинку, и вы увидите, что я буду прав. И это постоянно у нас происходит тоже на обучении. Особенно это происходит, когда на четвертом уроке мне сдают домашние работы, снятые в M-режиме. То есть, где я уже полностью-полностью до вот этого всего докапываюсь. И так, прям вангую, что здесь будет шевеленка. Опять-таки, вот давайте сейчас все дело увеличим и посмотрим. Итак, вот я сейчас начну увеличивать. И, как вы думаете, что я вижу? Я вижу здесь микросмаз. Вот как ни крути, он здесь и есть. Почему? Во-первых, это все потому, что на 85 мм объектив, там нет стабилизатора изображения. И когда вы снимаете на такой длинной выдержке по отношению к фокусному расстоянию, без стаба, как ни крути, у вас будет смаз. То есть, да, можно вот так вот, я не знаю, задержать дыхание, сесть поплотнее, фотографировать. Но насколько это эффективно, я не могу сказать. Поймите одну такую штуку, что лучше пусть у вас будет высокое ISO, чем у вас будет смаз. Смаз вы не поправите, а шум еще хоть как-то можно подавить. Теперь другой момент. Какой смысл было снимать на диафрагме 2.8 портрет вот именно вот так вот? Что вы хотели показать, чтобы было в резкости? Вот куда смотреть? На что? Не знаю. Обратите внимание, также хроматические аберрации, которые вот бывают при таких диафрагмах. Есть обзор, точнее разбор объективов, опять-таки про Sigma, где я говорю про вот эти хроматические аберрации. Кто не видел, можете посмотреть. Вот, поэтому смысла нет. Ну вот фокус, вот чуть-чуть вот маленькая полосочка гриб, и то она вся в шевеленке, в такой легком смазе, что непонятно. На 85-ке с рук, на 1,40-ой смысла нет снимать. Тем более, если вы хоть чуть-чуть уставший, нет никакого смысла снимать. Во-первых, у вас будет шевеленка, во-вторых, в грибе-то ничего не будет. Что у вас будет? Вот это только полоса, и все, но это стрёмно. Теперь, еще очень важно. Вот я вижу здесь следы ляпов, ретуши. То есть, вот они. Неужели, когда вы даже ретушировали эту фотографию, вы не видели, что у вас тут микросмаз идет? То есть, смысл было вообще сдавать такую работу, где у вас есть вот такой смаз. И во время съемки очень плохо, что вы это не контролируете. Но ляпы по ретуши здесь, они просто очевидны. Поэтому, на будущее, я рекомендую изучить опять, откройте группу, в которой вы учились. Там есть вся эта литература, откройте эту тему. И, соответственно, еще раз это все почитайте. Вот, оттуда, не знаю, вам еще раз будет лично такое задание, чтобы вы вот сфотографировали. Если нет этой модели, другую модель, все то же самое сфотографируйте, но так, чтобы это было с правильными параметрами. То есть, вам лично я задаю пересдачу, иначе так не пойдет. Значит, следующий участник, это у нас, что у нас, где? А, это камера 650D, 85 мм объектив, диафрагма 9, выдержка 1.125. Окей, давайте будем смотреть. Итак, ага, во-первых, ну, я могу сейчас в целом докопаться, зачем вы кадрируете фотографию, но здесь само по себе формат такой, что, в принципе, то, что вы скадрировали, это норма. Но я всегда призываю, чтобы просто так не кадрировали. Но здесь это оправдано, потому что, допустим, если взять мои фотографии, где я снимал на выставку картины, какие-то из этих фотографий, они у меня именно сделаны квадратом, ну, один к одному. Ну, вот, и я не смогу снять сразу камеры так, чтобы это было квадратом, это нужно там обрезать. Вот, в самой камере там можно, в принципе, формат поставить. Но здесь, опять-таки, в целом, то, что вы скадрировали, окей, слов не говорю, вот, но часто на многих студентов ругаюсь. Итак, что здесь я вижу? Во-первых, в целом, как бы ничего, но есть один такой важный момент, который нужно вам учитывать и проверять, записи есть или нет, да, все нормально. Вот, вы помните, да, что я говорил, что нужно всегда смотреть на картинку, чтобы она была у вас размылена. И получается то, что вот я сейчас размылил глаза, вот я смотрю, и мне очень вот этот вот участок, вот этот вот белый, он бросается в глаза. То есть, что само по себе не должно быть. Было бы здорово, если бы здесь был гранат тоже. И, соответственно, не было вот этого вот какого-то, как это, не якоря, а элемента, который просто тянет на себя. Если сейчас я увеличу, все дело посмотрю, я вижу, вы добавили сюда шум. Вот, но при этом я также вижу ляпы. То есть, они вот, вот идет полоса. Скорее всего, вы просто накладывали маской, либо вы затемняли фон, либо вы высветляли. Сам получается гранат, то есть, вот, я вот это вижу, вот они, вот эти линии, то есть, вот эти вот ляпы. Когда такого рода проделываете работу, внимательно прям тоже увеличивайте и смотрите, чтобы это не торчало. Лично моя рекомендация, вот, если вы снимаете, допустим, вот такую вот съемку, особенно с гранатом, красивее будет смотреться гранат, который не завявший, а который вот прям, вот эти зерна, они прям, вот, прям, видно, что самые свежие, такие прям, не знаю, они как эти, ну, как маленькие рубины, или как их там назвать. Вот, и, соответственно, у них блики, они мягкие. Вот, а здесь видно, что перепады, во-первых, это все подвявшее, и из-за этого получается такое чувство какого-то, ну, вот, вот здесь вот завявшего мусора. Но, с другой стороны, очень много картин тех же гранатов, ну, опять-таки, я не могу сказать, что я их очень много видел, но я видел, где гранат тоже был завявший, и в целом смотрелось окей. Вот, но, опять-таки, может быть, неудачный гранат, может быть, просто неудачное расположение, вот, а может быть, по большей части, потому что вот этого здесь участка нету, смотрится вот так вот, потому что вот эта часть смотрится бардаком. Вот здесь вот, получается, вот здесь смотрится нормально, то есть вот гранатенький, а вот эти вот немножко, вот это вот смотрится не очень. По-моему, мне нужно будет лучше рисовать для того, чтобы вы видели, о чем я говорю, а то мышка-то у них сейчас в данном случае же не записывается, да, я чуть-чуть тупанул. Вот, то есть, еще раз, вот эта часть, вот эта, вот, она смотрится грязно, а вот эта часть, она отвлекает, точнее, вот это вот, оно отвлекает, очень много на себя берет внимания. Красивее, когда гранатенькие, вот-вот такие, не вот это вот, вот, раздавленное, то есть разница видна, вот и вот, и то вот здесь вот, есть все равно вот эта вот какая-то замятость. Поэтому лично моя рекомендация, попробуйте снимите еще раз, просто скиньте в группу, и мы просто это дело сравним, это будет красиво смотреться. Еще раз говорю, можно снять, опять-таки, вот такой завявший, это как завявший виноград, типа, ну вот, да, точно хороший пример, вот, а можно снять винограденькие, прям такие вот, прям вот, только сорвали, и они вот прям, видно, что они упругие, свежие, вот, где, ну, я думаю, пример понятен. И еще очень важно, очень важно, здесь хотелось бы, чтобы передний, вот этот вот, вот, не то, что передний план, а сам по себе то, на чем лежит, она была менее активна, чем гранат. Потому что, опять-таки, если сейчас размыли глаза, то вот эта линия, она бросается, бросается и кричит. То есть, я сейчас просто ее приглушу, сейчас вот, вот так вот, конечно, это сделал слишком too much, вот, вот, чуть-чуть приглушу, а, наоборот, гранат я подниму по яркости, если поднять, то будет ок. В целом, как задумка, прикольно, но есть вот эти ляпы, недочеты, которые лучше переделать. То есть, понятное дело, не с этим же гранатом, а взять новый и просто попробовать еще раз. Поэтому вам тоже пересдача. Следующий наш участник, камера 1300D, объектив 1855, диаформы 5,6, выдержка 1125. Окей, давайте на него поглядим. Так, ну, снимок в целом сам по себе хороший, просто здесь есть моменты, на которые нужно обратить внимание. Начнем с того, то, что в первую очередь сейчас похоже на то, как в предыдущем снимке я показывал, где сидит такой дедулечек, и фон вокруг него, он очень сильно отвлекает. Это то же самое, очень и очень просто от этого избавиться. Мы сейчас возьмем, сделаем искусственное наше винетирование, по-моему, на сегодня день будет винетирование. Немножко я вот просто приглушу, чуть-чуть вот так вот сделаю. Сейчас вот так вот, окей. Теперь в общей коррекции добавлю немного контраст, совсем чуть-чуть, и немножко подтяну в тенях. Так, немножко вот эту вещь, чуть-чуть вот сюда передвину. Ну, думаю, окей. Итак, что я сейчас сделал? Я сделал так, чтобы вот это все окружение, которое есть, я сейчас говорю про вот это. Дайте я маркер-то поменяю на красный цвет. Оно вот здесь. Да, вот, вот так вот. То есть, получается, у нас сейчас что происходит? У нас вот эта стена очень сильно отвлекает наш взгляд. То есть, мы смотрим, да, мы видим, как будто бы, ну, как будто вот стоит объект, но вот здесь нас очень-очень-очень сильно перетягивает. Что я сделал? Я что? Приспустил вот это. Соответственно, сейчас я создам вот так вот. Вот, то есть, я приспустил вот это и выделил опять объект. И вот так вот гораздо лучше сконцентрироваться и видеть вот такой, как бы, туннель по пятну. Вот так вот гораздо лучше. Как еще можно решить эту проблему, допустим, если вообще ничего не обрабатывать? Окей, ничего вам не мешало, допустим, когда вы фотографируете, вот так вот зазумить, вот, и сфотографировать вот так вот. Что мы этим добились? Во-первых, мы отсекли, получается, вот это вот лишнее пространство, которое нам в данном случае здесь не нужно. То есть, оно получается вот. Мы вот это вот отсекли. То есть, опять-таки, вот этого нет. То есть, чуть-чуть вот так вот увеличу, немножко назад. Ну, допустим, пусть это будет вот так. То есть, видите, мы отсекли лишнее. Мы немножко справа поставили саму модель, на кого смотреть. Также у нас есть контакт вот с этим дедулечком. И у нас есть путь, куда он, ну, куда вот этот дедулечек идет. И плюс здесь какие-то есть тоже люди, на которых тоже хочется посмотреть. Когда мы фотографируем просто без, не знаю, без кадрирования, просто вот сфотографировали, еще раз говорю, вот это отвлекает, то есть, получается, где? Вот это вот отвлекает, и, соответственно, вот здесь и как-то застреваем. Вот, поэтому дайте возможность гулять по фотографии, по разным вот этим вот направлениям. То есть, вот он идет туда, и вот это нас уже, то есть, получается, вот эта стена нас не отвлекает. Мы смотрим в сторону сюда, и вот так вот гораздо круче. Конечно, если бы я этот снимок обрабатывал в RAW-конвертере, было бы лучше. Вот, поэтому, если мы, то есть, вот, опять-таки, на будущее, когда вы фотографируете, вы уже представляете, как вы это будете ретушировать. Если вы не хотите ретушировать, то сразу кадрируете так, чтобы лишние вот эти детали просто не торчали и не отвлекали зрителя. Снимок сам по себе хороший. Вот, а проработать именно вот так вот, и все будут счастливы. Итак, значит, следующий наш снимок. Это у нас Fujifilm XF50. XF50. А нет, это, фу-то, блин, это X-T3. Получается, объектив 50-142.8. Параметры 6.4. Выдержка 1.160. Ну и, соответственно, ISO 640. Вопрос на засыпку. Зачем вы понимаете ISO на 640, если у вас есть вспышки? Ведь, согласитесь, логичнее поднять мощность вспышек, чем лишний шум закидывать в ваш снимок. Вот это вот первый для меня сейчас получается нелогичный момент. Учитывая, что я знаю примерно, какие у вас вспышки, и я прекрасно понимаю, что мощности на 1.1 хватит на очень много. И, соответственно, опять вопрос. Видимо, вы не углядели, что очень-очень само по себе плохо. Значит, давайте теперь смотреть на этот снимок. Ну, самое первое, до чего я докапываюсь. Вы сами прекрасно помните наше занятие предметной съемкой в домашних условиях. И я докапываюсь за грязь. Первое, что я вижу, это грязные вот эти пыльные бокалы. Вы можете сказать, ну, у меня не было новых. Ну, хорошо, вы максимально их помойте, чтобы их, этот, как его, чтобы они были чистые. Про новые, я имею в виду, если у вас тут там царапины или еще что, но, опять-таки, можно же это все дело там поретушировать. Теперь, вот если сейчас смотреть, ну, что мне не нравится? Помимо вот этой грязюки, про которую я говорю, мне очень в глаза сильно бросается вот этот вот искусственно вырезанный дым. То есть, зачем? Смысл вот это вот было делать? Ведь дым же вот так, на самом деле-то, не идет же. То есть, дым, он более такой, как это он и сам по себе. То есть, закрученный здесь видно фейк. А, во-вторых, ощущается, что было, скорее всего, очень много попыток, и так настолько было задымлено, что дым здесь просто превратился в облако. Вот, ну и, не знаю, возможно, вы, ну, опять-таки, видно, что это вы маской все прорабатывали. Вот здесь вот кусок какой-то забыли, дым вот таким ровным, прям вот таким столбом, ровным, такой ровной линией, так не может пойти. Здесь уже видно, это ваш косяк по ретуши. Я видел, что в группе многие удивились, зачем здесь кофейные зерна. На самом деле, тоже вопрос, зачем они здесь нужны. Я понимаю, здесь по цвету они классно сочетаются, но есть ли резон в этих кофейных зернах? То есть, этот, это что у нас, коньяк, он какой-то кофейный? Нет, скорее всего, ну, может быть, кофейный. Но я не пью коньяки, поэтому я не знаю, я не уверен, что это кофейный коньяк. Тогда зачем? Ведь можно было тогда еще что-то, какой-то атрибут поставить, связанное с кофе. То есть, я не знаю, там, какой-то, не знаю, магнат, кофейный магнат, кофейный магнат, знаете, что-то тогда еще поставить, пьет дома у себя вот этот вот коньяк. Не знаю, насколько оправданно я сейчас что-то сказал, но нужно обыгрывать. Да, сигары, все дела, окей. Вот, теперь касательно вот этих вот бликов. Конечно, они здесь очень-очень сильно кричат. Нужно было сделать их немножко, ну, вот эта интенсивность чуть-чуть поменьше. Плюс видно, что вы снимаете через, я не знаю, что это у вас висит. Скорее всего, может быть, отражатель, может быть, я не знаю, что. И я вижу, что здесь круглое пятно тупо бьет. И вот это немножко, ну, само по себе, некрасиво. Понятное дело, вы еще вот такую съемку не проходили на курсе PRO. Мы как раз будем снимать такого рода бухло. Вот, и, соответственно, после этого урока будет понятнее, как такое снимать. Плюс не забывайте, здесь что главное, не стаканы же, а жидкость. То жидкость здесь у вас, она не горит. Она очень пассивная. Вот, если вы посмотрите, очень много рекламы снят, ну, снят такого рода. Потому что всегда у них получается алкоголь в бутылке, он всегда подсвечен. То есть он очень сильно на себя привлекает внимание. То есть вот, то есть он должен быть основным, что притягивает зрителя. То есть вот обратите внимание, вот темно, вот поднялось по яркости. Вот опять-таки я сейчас это тоже очень сильно грязно делаю. Нужно делать это более чище. Вот, ну и плюс визуально, если мы пятнышки будем смотреть по пятнам, у вас получается, что вот эта часть снимка, вот именно вот эта, сейчас покажу, вот где я сейчас проработаю, она на себя очень много берет внимания. Здесь внимание должно брать на себя вот продукт, который здесь есть, а не вот это вот пятно, которое на себя вот так перекидывает. Непонятно, почему оно именно здесь и зачем оно здесь нужно. Понятно, если у вас шли бы хорошие жесткие тени от вот этого вот, получается, от этой бутылки, то еще как-то оправданно показать какой-то, я не знаю, там источник. Вот, допустим, вот так вот у вас тени все бы шли, да, можно было бы это обыграть. Но учитывая, что здесь прям вот таких очевидных ярких теней нет, непонятно, зачем тогда у вас вот этот яркий участок. Я бы на вашем месте, его бы, получается, уменьшил и дал бы больше акцент на середине. То есть именно вот здесь. Сейчас я подниму. То есть получается, то есть вот, как-то вот так это было бы. Сейчас очень много на себя внимания привлекает теперь пепельница. Вот, но я думаю, суть вы понимаете, о чем я говорю. То есть яркость должна быть больше по центру, а не где-то просто тупо с краю. Вот этот момент учитывайте. Когда пройдем худушку Pro, мы пройдем такого рода, еще раз говорю, съемку, и будет понятно, и потом сможете запросто такое снимать. Следующий наш участник. Получается камера 80D, объектив Sigma 1750. Было снято на диафрагме 4, выдержка 1.200. Окей. Так. Как затея, как задумка. Прикольно. Но единственное, что ожидаемое, я вижу здесь грязь. Что за грязь? Во-первых, если посмотреть, видно вот здесь вот у нас есть какие-то вот контуры. То есть видно, что вы не дотерли. Вот, это прямо так преследует. И при этом даже можно это увидеть, вот здесь, допустим, шума больше, а именно по вот этим вот, получается, линиям. Так, я все время забываю рисовать маркером. То есть получается вот. Ой, не тем рисую, сейчас поменьше сделаю. Я в данном случае говорю про, ну, давай, про вот эту вот грязь, которая идет. То есть вот это вот свечение. Особенно вот здесь его очень-очень много видно. То есть вот оно. Когда что-либо ретушируете, делайте это чище, равносильно, как и вот так вот здесь какая-то вот грязь идет. Теперь очень важно понимать, что у вас главное в съемке и на что обращать лучше внимание. Вот здесь я вижу, что есть вот это искусственное винетирование. Вы его сделали, да, как в примерах, которых я показывал ранее. Но если сейчас посмотреть, получается, что в ваше винетирование залез и объект, который, ну, по сути, ключевой. На него же и, по сути, и смотрят. То есть я бы вот этот объект отсюда вытащил бы. Видим, да? Вот, и, то есть вот, вот так бы я вытащил. И теперь получается, что если посмотреть, вот, конкретно, по правилу третей, вы объект поставили справа. Но вот так вот он сидит как-то в темноте. Вот здесь же вы его выделили, и вот так он еще больше на себя притягает внимания. Только единственное, что не должно быть никаких вот этих свечений. Само по себе, как задумка, все это дело прикольно, классно. Я уверен, у вас есть целая серия. Не стесняйтесь, скидывайте ее в группу, мы с удовольствием ее посмотрим. Но по поводу вот этого снимка, я очень надеюсь, что у вас остался PSD-файл именно вот этого вашего проекта, где вы можете подправить вот эти недочеты и ляпы. Поэтому переделывайте и скидывайте в группу, мы заценим. В целом прикольно. Так, следующий наш участник. Так, значит, камера 6D Mark II, значит, объектив 100 мм f2.8, диафрагма 14, выдержка 1.125. Хорошо. Давайте смотреть. Итак, что я вижу? В целом как бы прикольно, но что мне сейчас не нравится? Во-первых, вроде бы как бы есть тут объем, но снимок получился каким-то томным. Он получился темным. То есть, во-первых, хочется поднять яркость, обратить внимание, насколько сейчас уже стало посимпатичнее. Вот я просто поднимаю яркость. Понятное дело, что если сейчас я вот на всю картинку поднимаю яркость, то вот этот сыр или что это, брызла, она уходит перед свет. Но опять-таки, мы же можем, вот, я сейчас уберу воздействие полностью на все и вот так вот добавлю. Обратить внимание, сейчас уже получается, что пятнами, пятнами, вот я яркость поднял, уже само по себе смотрится гораздо получше и как-то поживее. То есть, было, стало. Я знаю, что автор этой фотографии фотографировал для то ли буклетов или еще чего своему знакомому или родственнику, который открыл свой бизнес. Вот смотрите, если даете вот так все снимки, они сами по себе при печати, они будут темными. Наверное, вот такими. И я не уверен, что это красиво. Лучше всего, что сделать, вот так вот проработать и поднять по яркости. И еще очень такой важный момент. У вас тут снимок сам по себе, он краснит. Немножко нужно убрать баланс белого, хотя бы хоть капельку как-то в синий цвет. Я знаю, что вы фотографируете с Color Checker, но не знаю, почему вы не проработали именно баланс белого. То есть, Color Checker, он помимо того, что выпрямляет цвета, он также еще и поправляет баланс белого. Не забывайте про вот эту штуку. Вот сейчас уже снимок выглядит более естественно. Он не выглядит каким-то таким желтым. Вот. Брынза, вот эта, она не желтая. Она уже как, ну, более-менее белая. Вот. Ну и плюс объекты вот так вот торчат по яркости. Вот так вот гораздо круче, гораздо аппетитнее. И, опять-таки, не знаю, может быть вы при обработке это спустили по яркости. Но моя рекомендация переделать именно вот так вот. И будет, в общем, нормально. Следующий наш участник, значит, камера Canon 1300D. Объектив здесь 50 мм f1.4. Было снято на диафрагме 5.6, выдержка 1.125 ISO 200. Вопрос, зачем вы поставили ISO 200? Мощности вспышки, которую вы используете на 1.1, хватит для того, чтобы снимать на ISO 100. Причем, что 1.1, это уже пойдет в пересвет. Вот вопрос. Очень-очень такой важный. Понятное дело, вы мне можете в чате сказать, что было темно, но я вам сразу скажу. Можно было подойти чуть-чуть ближе. И, соответственно, есть куча решений, то, как снять, не поднимая ISO. Для тех, кто скажет, ну, ладно, ISO 200, ну, чуть-чуть подняли. Нет, это на самом деле очень принципиально, потому что, если вы вот так вот будете к этому относиться, ну, и ладно, вы дойдете до того, что при вспышке вы будете снимать на ISO 3200. Ну, ладно, ISO 3200, для вас вот так это и будет. Хотя, в первую очередь, когда мы поднимаем ISO, мы теряем качество. И, чтобы не терять вот это качество, лучше, как только, вот, на корню, лучше такое сразу обрубать, вот такой подход. Снимайте максимально, начиная всегда с ISO 100, но не с 200. Итак, давайте посмотрим вот этот вот снимок. Ага, давайте поглядим. По цвету я могу сказать, что смотрится в целом нормально. Вот эти линии, они смотрятся, как водопад, но мне жутко, жутко не нравится здесь композиционное решение. Потому что, как-то, куда-то это все, как-то направлено. Если, допустим, я отражу это по горизонтали, это уже, как-то более-менее, ну, я не могу сказать, что это лучше прям стало, но смотрелось бы лучше. Если бы у вас вот эти ветки, не вот, то есть, вот таким образом, большущим, то есть, такой длиной, не вылазили бы из этой вазочки. То есть, вы немножко бы их подкоротили, а лучше, вот я вижу, что эти ветки можно было глубже засунуть. То есть, если бы вы сфотографировали более компактно, было бы лучше. А вот эти, получается, линии, которые здесь есть, было бы здорово, если бы они у вас более шли вот так вот, как волны. В том и фишка вот этого снимка, потому что он очень такой потенциально хороший, потому что здесь есть вот эти вот линии. Но проблема в том, что вот эта штука, вот именно ваша ветка, которая вот так вот торчит, она и вот это перебивает. Вот так как-то с лысого вот сюда перевешиваем, но здесь какая-то, то есть, вот отсюда как-то сюда перевешиваем, но вот здесь получается какая-то, я не знаю, впритык воткнулись. Помните, да, что лучше немножко оставлять, точнее, немножко места добавить в ту сторону, как объяснить. То есть, если бы, сейчас попробую по-другому, если бы вот здесь было бы больше места для цветов, то уже легче дышать. То есть, вы понимаете, да, о чем я? Вот так вот при кадрировании было бы лучше, но все же хочется вот, вот так смотреть. То есть, в данном случае, если бы вот так это было бы сфотографировано и было бы побольше места, пустого, точнее воздуха, то есть вот, то смотрелось бы уже получше. Но здесь сложно как-то откадрировать так, чтобы, ну, и комфортно смотрелось само по себе. Лично моя рекомендация еще раз снять вот эти вот цветуля, вот, и попробовать, чтобы вот это лишний раз просто так не висело. Немножко просто, чуть-чуть компактнее. Нужно было вот это туда немножко задвинуть. И обыграйте, пожалуйста, простынь так, чтобы здесь вот эти линии, они были. Потому что, на самом деле, вот эти линии, которые есть, они очень-очень классные. И очень само по себе это смотрится здорово. Поэтому лично моя рекомендация вам, и я прям жду, чтобы вы это пересняли, потому что я уверен, что может выйти очень классно. Вспомните, когда мы с вами снимали на выставку, вы переснимали сколько раз, и в итоге мы с вами добились очень-очень хорошего результата. Поэтому потенциал у снимка есть, и я хочу, чтобы вы его переделали. Вот такие вот пироги. Так, следующий наш участник. Камера EOS 200D, значит, 50 мм 1.8, снимаем на диафрагме 1.8, выдержка 1.1000, ISO 100. Так, давайте смотреть. Значит, ну, что я могу сказать? Вот вопрос, зачем вы снимали здесь на диафрагме 1.8? То есть, что должно быть в фокусе? Вот я вижу, что в фокусе в основном руки. Я вижу, что руки, они отдают таким лиловым, фиолетовым, вот оттенковым. Плюс я вижу мыло. То есть, вот, вот это вот мыло. То есть, это не шевелёнка. Это именно вот это вот свойство объектива, плюс такое ощущение, что вы здесь это как-то ещё прорабатывали, какой-то либо контраст, либо что добавляли, что вот эта штука ещё усиливалась. Ну, в общем, вот эта вот нерезкая резкость на открытых диафрагмах, я сейчас не говорю умными всякими словами, как раз-таки она на открытых диафрагмах присутствует. Конечно, удивительно, что относительно, в резкости всё это дело сфотографировали на такой открытой диафрагме, плюс это 50 мм, 1.8, которую я постоянно ругаю. Вот, а в целом для этого объектива снимок норм, но я бы на будущее диафрагму лучше бы призакрыл, чтобы это лучше всё было проработано. Потому что здесь, ну, мы видим мыло. Теперь вопрос касательно тематики съёмки. Что вы хотели показать на этом снимке? Вот, не понимаю. Вы хотели показать какую-то эмоцию ребёнка? Ну, если сейчас посмотреть, ну, ребёнок вроде бы достаточно, как сказать, вон, достаточный. То есть, вон, и серёжечка есть, и одежда вроде как есть, волосы чистые. И я не вижу, что это был какой-то ребёнок-беспризорник, который бегает, такое ощущение, что это какая-то крыша, бегает по крыше и ворует хлеб у голубей. Наверное, не знаю. Вот, до чего жизнь довела, что ворует хлеб у голубей. Ну, с голубятника. Вот, и поэтому немножко непонятна тематика этой съёмки. Здесь больше как-то наигранно. Ногти хоть и постриженные, но, конечно, они немножко, немножко грязноватые. Вот. Не знаю, я не вижу здесь какой-то... Какой-то... Не то что драмы. И при чём здесь лепёшка? То есть, зачем она её привожила? Она что-то обожгла здесь, и она привожила? То есть, если это голодный, бедный ребёнок, то он, наверное, не будет прикладывать какие-то терапии вот эти, устраивать. Он будет есть, понимаете? Вот. И... Ну, опять, ещё раз говорю. Для меня этот снимок сейчас немножко непонятен. Будет здорово, если вы в группе напишите про вот этот вот снимок. Вот. И... Как-то будет более понятно, что вы хотели им показать. Вот. Технически. Если сейчас просто говорить про технически... Ну, руки в фокусе. Окей, мы делаем акцент на то, что ребёнок держит лепёшку. Но в данном случае хочется, чтобы в фокусе глаза были, а здесь они немножко уже мыльные. Слегка. Не так сильно, но всё же они мыльные. Вот. Вот. Поэтому жду, что вы напишите. Вот. И если вы просто это снимали ради того, чтобы поучаствовать в конкурсе, ну, тогда моя вам рекомендация. Просто прорабатывайте лучше образы для того, чтобы они выглядели как-то более естественнее, чем вот так вот. Так. Следующий наш участник. Значит, это у нас Nikon D1700. Объектив 7200. Значит, снимали на диафрагме 4.5. Выдержка 1600. 1600 ISO 200. Как я помню, у Nikon стартовое ISO. Это у нас ISO 200. Окей. Значит, первое, что мне не нрав в этом снимке, то, что он тёмный. Во-первых, это может зависеть от вашего монитора. Вот. Может быть, он у вас чрезмерно показывает какую-то слишком яркую картинку. Вот. И поэтому вы её приглушили. Вот так вот. Если посмотреть, то снимок норм. Само по себе. То есть, вот. Было, стало. И чтобы я бы ещё поправил бы в этом снимке, я бы просто выборочно вот эти ненужные, то есть, вот видите, кричащие. Вот. Я понимаю, яркое солнце, все дела. Я бы немножко это приглушил бы само по себе. Для того, чтобы это не бросалось в глаза. Каким образом можно это сделать? Можно сделать нашим любимым винетированием. Но я сейчас просто... Так, секунду. У меня тут круговое меню вылезло. Я сейчас просто приспущу саму яркость снимка. Вот. И получается, в очень таком быстром режиме начну вот эти вот ненужные вещи, которые я хочу в данный момент спрятать, просто начну их немножко глушить. Немножко на него попал. Ну, я думаю, пример и так будет понятный, о чём я тут говорю. Вот. Понятное дело, видите, вот так вот, когда обрабатываешь, вот будут видны вот эти вот ляпы, которых, ну, не должно быть. Итак, если сейчас посмотреть, да и после, то есть, давайте я сейчас вот так даже покажу. Что мы видим? Мы видим здесь темно, а вот так вот мы видим гораздо светлее. И плюс ненужные участки, которые есть, я их немножко притемнил. Соответственно, вот эти двое молодых людей, они бросаются в какого... Ну, их лучше видно, потому что на них больше акцент. Также можно, опять-таки, взять наше любимое винетирование, вот, и также просто лёгким таким этим это приглушить. То есть, примерно хотя бы, ну-ка, где оно? Вот нравится мне это винетирование, в плане того, то что вот именно этим инструментом его делать. Те, кто у меня занимается на постобработке, они это проходят. Так, секунду. Ну, примерно, вот, и добавлю чуть-чуть, вот. Ну, не попадая с первого раза. Ну и вот, получается, разница есть? Я думаю, есть. Опять-таки, в данном случае здесь винетированием гораздо было лучше проработать этот снимок, чем кривыми вытаскивать каждую детальку. Вот, единственное, что хочется из шака отсюда освободить немножко. Так, секунду, я посмотрю. Нет, лучше, тогда лучше уж оставить как есть. Ладно, ничего другать не буду. Ладно, что уже время. Вот, поэтому, ребят, ещё раз, не забывайте про акценты. Здесь, в темноте они. Тут вы их вытащили. И вот так вот снимок гораздо лучше. И он, то есть, воспринимается получше, чем вот так вот. Я думаю, со мной согласятся все. Следующий наш участник, получается, это Nikon D7200, объектив 1685, значит, диафрагма 8, выдержка 1160, ISO 200. Давайте-ка поглядим. Итак, первое, что я хочу сказать, то, что здесь снимок, он немножко розовит. И немножко тут есть у нас какая-то маджента. Не знаю, то ли у вас ББ был изначально неправильный, либо вы в посте его немножко вот так вот закрутили. То есть, вот было, сейчас я немножко вот так вот уберу. Вот, и уже сама по себе у вас модель не розовит. То есть, обратите внимание, уже более-менее. Хотя бы даже вот так вот румяны не перемешиваются вместе с кожей. То есть, вот. Видно, да? То есть, вот первое, что бросается здесь. Второе, мне не нравится в этом снимке, то, что здесь не хватает какого-то объема. Он получился немножко, немножко получился плоский. Я вижу схему, с которой вы фотографировали. Хочу сразу сказать, что у вас Octabox маленько неэффективно в данном случае работает. Потому что, помните, да, нашу картинку, где я скидывал про миллиметраж вспышек. В данном случае я вижу, что у вас вспышка стоит на 105 миллиметров. И немножко такой свет идет какой-то агрессивный. Лучше, если поставить на вспышки 2,4 миллиметра, если это у вас обычная вспышка. И, соответственно, я, ну, про него вот эти наши говорю. Вот. И, соответственно, Octabox зальется весь вот так светом, чем маленькое пятно. Вот это нужно помнить. То есть, когда изначально, если я фотографирую и хочу, чтобы вот у меня были какие-то легкие, как это, блики, как будто бы где-то хочет сейчас уйти в пересвет. Ну, допустим, вот сейчас вот на меня смотрите. Видите, вот здесь вот свет. Где-нибудь вот сейчас я вот так вот сделаю. Вот здесь свет появляется. Но это, конечно, сильно. Вот. Я специально убираю из софтбокса второй слой ткани. А, возможно, ну, помимо того, что у вас здесь, я не знаю, есть второй слой ткани, нету. Помню, да, что сначала в софтбоксе у нас идет один слой. На него попадает основной источник. То есть, вот сюда вот наша вспышка. Она пыхает вот сюда. Первый слой, который берет всю агрессивную, то есть, ну, агрессивный весь свет. И, соответственно, от него чуть дальше стоит второй слой ткани, который вот это все на себя принимает. И, получается, поэтому у нас идет мягкий свет. Поэтому не просто, как называется, софтбокс. Вот. И когда я хочу, чтобы у меня были какие-то жесткие такие блички, как вот здесь вот, соответственно, я могу убрать вот эту ткань. Во-первых, света станет больше. А, во-вторых, он немножко поменяет свой характер. Вот. Здесь же, еще раз говорю, мне немножко не нравится, что не хватает какого-то, можно сказать, объема. Вот. И нужно ли было фотографировать именно с этой схемой. То есть, да, есть различного рода съемки с такой схемой. Но насколько здесь это оправдано именно здесь. Потому что, если, допустим, чуть-чуть добавить объем, вот капельку. Вот я его сейчас просто искусственно здесь добавил. То уже само по себе, хоть это сейчас выглядит грязно. То есть, вот, если посмотреть, уже было бы как-то поинтереснее. Потому что хоть какой-то есть объем. Вот так вот маленько стало плоско. Вот так вот стало хоть как-то объемнее. Потому что у нас есть, вот здесь вот получается хоть какой-то, ну, тень. Ну, хоть какая-то тень. Вот. И лицо, оно начинает как-то, ну, гореть. Ну, как гореть. То есть, из темноты. Не то, что из темноты. В общем, когда есть у нас объем, это очень хорошо. А когда вот нет этого объема, то это, опять-таки, от всего зависит от технической задачи. То есть, вот так вот. Понятно, да? То есть, было бы, еще раз говорю, лучше, если бы вы добавили вот так вот сюда объем. То есть, вот. Ну, и не забывайте про баланс белого. Если сейчас говорить про ретушь, ну, кожи. Сама по себе здесь кожа нормальная. В плане того, то, что я не вижу здесь каких-либо, там, дефектов. Да, можно было бы, допустим, вот, ну, вот это вот убрать. Сейчас. То есть, какие-то такие вещи, вот. Я не знаю, почему вы их не убрали. Вот это можно было убрать. Тем более, если вы снимаете вот так впритык женский портрет с цветочком. Ну, я не уверен, что в данном случае здесь вот эти вены, они нужны. Так, а вот здесь я вижу ляп. Вот он. Попались. Вот. Вот что это такое? Ну-ка, давайте сейчас мы увеличим. Вот наш ляп. Ага. Решили сделать челку. А я вот смотрю на эту челку и не пойму. Думаю, сейчас хочется сказать комментарий про то, что сразу волосы делаете, чем вот эти вот дыры. Как будто редкие волосы здесь. И тут вы, ха-ха, попались. Вот. Видно, что вы накладывали. И опять-таки, я помню, вроде бы вы у меня проходили курс постобработки. Почему вот эти ляпы вы и оставляете? Ведь у нас же, я может ошибаюсь, может, у меня не были на постобработке. Вот. Но за такие ляпы я всегда ругаю. Потому что вот этого быть не должно. Это прям палево-палево. И очень стрёмно будет, если ваша модель загрузила эти снимки к себе. И кто-нибудь их откроет. И, соответственно, вот это вот увидит. Поэтому переснимаем. И, соответственно, ретушируем нормально. Лучшая рекомендация. Сразу снимайте чисто. Чтобы ничего потом не ретушировать. Так, следующий наш снимок. Значит, это Nikon D7500. Объектив 50 мм 1.4. Было снято на диафрагме 1.4. Выдержка 1.005. Итак, давайте поглядим. Такой вопрос. Почему вы расположили модель именно вот здесь? Какая здесь есть информация, на что нам смотреть? И вопрос другой. То есть, зачем вот это попадает в кадр? То есть, у вас, получается, ключевой объект это вот. То есть, вот ключевой объект. Перед ним вот это какая-то непонятная стена. И получается, что визуально приходится вот так перепрыгнуть, чтобы посмотреть куда. Непонятно, что там видеть. Второй момент. Если бы вы хотя бы развернули бы, то есть, сняли бы горизонтально, точнее, ну, перебежали с другой стороны снимать. Либо просто развернули горизонтально, было бы как-то поспокойнее смотреть на этот снимок. Ввиду того, что зритель визуально идет вот так вот. То есть, смотрит, что здесь, да, есть какой-то холм. И смотрит в итоге на модель, которая что-то там сама по себе делает. Но в данном случае, в данном случае, вот это вот, вот это прям просто тупо лишнее. И оно здесь не нужно. Опять-таки, у нас на теме композиция мы разбираем тот самый пример, когда объект расположен слева, но этот объект что-то делает. То есть, была фотография, где объект, в данном случае, вот объект пьет кофе. Что ж такое? Пьет кофе и смотрит вдаль. То есть, у нас есть какая-то вот, как это, замкнутая какая-то вот цепочка. Либо есть фотография, где объект смотрит в зеркало и что делает? Он сам себя рисует. То есть, опять получается, какая-то есть замкнутая цепь. Здесь же получается, хочется посмотреть в сторону какого-то пейзажа или еще чего. Но вот эта вот, вот эта вот, получается, елка в данном случае, она очень сильно мешает. А еще у меня зависла камера. Так, запись продолжается, камера отвисла. Вот, и еще раз, вот это все мешает. Оно здесь не должно быть. Я не говорю, чтобы взяли топорик и вот эти трубили. Но само по себе лучше как-то другой ракурс выбрать. Как-то с другой стороны подобраться, чтобы лучше перед моделью, чтобы ничего абсолютно не было. И так было бы гораздо-гораздо лучше. То есть, даже если сейчас вот я возьму какой-то вот такой вот участок, вытащу его и им закрою вот елку. И обратите внимание, насколько стало само по себе легко дышать. То есть, ничего абсолютно не мешает пройтись по вот этой вот, вот этому, ну, склону, по этой горе. Я не знаю, что это. Вот, по пейзажику, короче говоря, так и назовем. Ничего не мешает. Здесь же мы, бум, врезались. Здесь этого нет. Ну, и еще раз говорю, насколько целесообразно было ставить с этой стороны. Но с другой стороны, можно и поставить и с этой стороны, и с той стороны. Вот такие, в общем, комментарии. Учитывайте вот эти все моменты. Так, идем дальше. Значит, следующий у нас снимок это Nikon D500. Тот, получается, объектив 85-1.8, снят его на диафрагме 8, выдержка 1.125. Что-то прям у нас работы подряд идут. Nikon D500 у нас тут прям подряд. Вот. Значит, первое. Я знаю, кто это мне сдаёт снимок. Ну, и как и все предыдущие снимки. Вот вам такой вопрос. Почему вы мне сейчас скидываете обрезанную работу? Ведь мы же договорились, что никаких уменьшений, кадрирования и так далее. Потому что это очень важно. В последующий конкурс нашу игру, если у вас будут обрезаны изображения, я их просто не приму. Если, допустим, вот здесь, где гранат, да, это творчески было нужно, то здесь непонятно. Но, понятное дело, что вы, скорее всего, это не обрезали, а просто уменьшили фотографию в размере. Никогда так не сдавайте мне работу. Вы не первый год мне скидываете работу, и я очень удивлён, что вы вот так вот сделали. Теперь, если смотреть на работу, ну, в целом она получилась интересной. Да, прикольно. Первый вопрос. Вы специально сделали, что здесь нету бликов? Потому что в данном случае блики вот именно здесь, они бы, ну, они бы не помешали. Они были бы очень-очень кстати, если были бы блики. Я сейчас немножко вот так вот просто сделаю. Взгляд, он был бы, ну, куда получше. Понятное дело, сейчас это всё фиговенько-то смотрится, потому что я это тупо рисую. Но в данном случае здесь блик был бы нужен. Вы сейчас можете сказать, блин, у неё такие здесь длинные ресницы или ещё что. Вроде бы вот как бы блик тут есть, то есть вроде как есть. Вот, ну, ну, так вот получилось. Следите внимательно. Иногда этот блик нужен. Можно также сказать, блин, а вот у вас тоже есть работы, где нету блика. Да, есть такие работы, и эти блики, которые там я специально, то есть, ну, то есть там нет этих бликов только потому, что я сам так захотел, чтобы взгляд был томный. Если же вы тоже хотели, чтобы здесь взгляд был томный, окей, блики вы не сделали. Но, опять-таки, я думаю, с бликами смотрелось бы тоже интересно. Теперь, если вашу работу разбирать, вот что я вижу. Я здесь вижу везде острые линии. Сейчас я поменяю нам цвет. То есть вот. То есть острые линии. То есть получается лист. Ну, что ж такое? Получается острые линии. Лист, острая линия, то есть вот одежда, то есть лицо, то есть все это острое. Но объясните мне, почему у вас вот здесь вот этот вот пушок, какого фига он там? Плюс еще вот здесь. Почему вы это допустили? Плюс еще вот здесь. Если у вас изначально, еще плюс само по себе, разрез глаз у модели тоже, он как, ну, то есть как лист, грубо говоря. Вот. И тоже все такое вот острое. Но вот этот вот пушок, он просто мега лишний. И его там быть не должно. То есть сидеть теперь, это убирать в фотошопе, ну, блин, так себе удовольствие. И по большей части это всегда будет выглядеть грязновато. Вот. Что мешало сразу, если вы идете на такого рода съемку, вы же не просто, а где-то сфотографировали. Что вам мешало взять с собой лак? И лаком вот это вот просто тупо прилезать, чтобы это не торчало. Потому что вот это вот теперь головная боль. Снимок смотрится прикольно. Но вот этот вот мотня, которая здесь, вот так вот, пушок вот этот торчит, она очень-очень портит весь этот снимок. То есть, допустим, я такой снимок просто тупо даже и не принял бы. Потому что здесь вот это вот, да, сейчас, секунду, вот так вот сделаю и вот так вот все. Я бы этот снимок просто бы не принял. Почему? Потому что вот это все, оно здесь отвлекает. Следите за такими вещами. А еще, знаете, что самое обидное? Очень многие, не замечая вот этого, они грузят сразу в сеть. И это очень плохо отдают моделям. То есть, когда вы увидели ваши ошибки, вы, когда их исправите, уже будет поздно загружать. Запомните одну вещь. Второй раз вы впервые, то есть, вот первое впечатление вы второй раз не сможете произвести. Это уже будет уже не то. Поэтому никогда не спешите загружать вашу работу. Это вы сначала все посмотрите, оцените, сами будьте себе очень хорошими, как это, цензорами, критиками. И, соответственно, вы такое не допустите. И не допускаете это сразу уже во время съемок. То есть, внимательно на это смотрите. Лично моя рекомендация, опять-таки, отправлять, переснимать. Но если у вас есть без волос, скидывайте, посмотрим. Но в фотошопе, да, это можно убрать, но потратите много времени. Но, с другой стороны, попробуйте уберите, мы с удовольствием посмотрим. Так, идем дальше. Дальше у нас получается что? Камера Canon 80D. Объектив 1750. Это Sigma. Значит, снято было на 35 мм. Диафрагма 9. Выдержка 1.40. ISO 200. Ага. Так, надо подумать. Интересно. Значит, первое. Если вы снимали это вспышкой, почему у вас выдержка 1.40? Первый вопрос. Если вы снимали, опять-таки, со вспышкой, у вас выдержка 1.40. Ну, давайте я опять сюда вернусь. Зачем вы подняли ISO на 200? Опять вопрос. Если вы снимали со штатива, вы могли бы поставить ISO на 100, а выдержку удлинить на столько, сколько вам нужно, чтобы здесь не было темно. То есть, логично же. Если вы используете вспышку, то, соответственно, зачем выдержка 1.40? Поставьте выдержку, ну, я не знаю, сколько, но вот здесь можно 1.250 поставить. Ведь вы же фотографируете одним источником света без... Как это? Без... Ну, все, русский меня покинул. Без естественного свечения, чтобы не смешивалось. Вот, и... То есть, заполняющий. Вот, вы же без заполняющего, грубо говоря, снимаете. Да, иногда можно, допустим, сфотографировать на более длинной выдержке, при этом специально запустить сюда естественное освещение. Вот, понятное дело, нужно правильно еще подобрать баланс белого, чтобы не было разницы вспышки и самого освещения. Вот, тогда окей. Но сейчас мне вот эти параметры непонятны. Абсолютно. Вот, и будет интересно почитать, ну, прочесть, что вы нам напишите по этому поводу. Итак, вернемся в наш снимок. Во-первых, что я тут вижу? Во-первых, я вижу, что снимок сам по себе, он недосвеченный. То есть, здесь темно у нас. Соответственно, ведь мы же сколько раз проходили то, то, что нужно смотреть немножко размыленным взглядом. Для чего? Чтобы мы видели, где наши какие ключевые объекты. То есть, вот я сейчас немножко поднял по яркости ключевые объекты. Обратите внимание, они сейчас начали бросаться уже в глаза. Во-вторых, я тут вижу, откуда идет свет. То есть, да, капитан очевидность говорит. Вот я сейчас его немножко приглушу. Вот, чуть-чуть. Очень часто приходится на съемки, особенно, когда снимаем какой-нибудь там фут, если у вас фон немножко светлый, порой приходится его, да, в постпродакшене его редактировать. Но в таких случаях отдельно, то есть, если камера стоит, допустим, на горизонтальной штанге, то есть, на горизонтальном штативе, отдельно фотографируется фон, вот именно то, на чем это лежит, специально, как это, раф-снимком, немножко недоэкспонированным, и не шевеля уже штатив, выставляется композиция. Это чтобы потом масочкой можно было вот это вот выделить. Либо часто фоны готовятся для какой-то определенной съемки и регулируются, что? Краской, как раз-таки яркость. То есть, ну, темнее красят, светлее красят. Вот, здесь у нас получилась вот как раз-таки такая вот штука. Теперь, также здесь у нас получается, что баланс белого ушел немножко в желтый. Хочется немножко его вот чуть-чуть присинить, совсем-совсем капельку. Вот просто прям капельку-капельку. Ну и, соответственно, хочется немножко все равно яркость чуть-чуть приподнять. Ну, я сейчас немножко здесь много делаю, чуть-чуть вот здесь вот беру, немножко опять ушел в желтый. Имейте в виду, друзья, вот в зависимости от вашего монитора, у вас оттенок этой фотографии, да любой, который вообще я смотрю и разбираю, да любой вообще, если мы любую работу посмотрите, у вас немножко будет разница, потому что, понятное дело, у кого-то монитор зеленит, у кого-то он синит, у кого-то розовит, ну и так далее. Вот, ну и просто давайте сравним. Видно, да? Сразу есть разница в чем. То есть ключевые объекты, которые лежат на столе, они сразу бросаются в глаза. А здесь получается, это все находится в какой-то темноте. Поэтому моя рекомендация, опять-таки, правильно проработать этот снимок, даже вот, опять-таки, вот как я сейчас показал, у меня-то это JPEG. Вот, и если в RAVI мы проработаем, уже хоть как-то можно будет вытащить, но у нас есть с вами световое правило. Снимаем как? Правильно. Сразу, чисто, без какой-либо коррекции. Вот это самое-самое лучшее. Поэтому, если есть возможность, обязательно переснимите вот этот вот снимок, потому что вот это будет, ну, получше будет выглядеть. И сам по себе снимок хороший. Переснимите его нормально. И будет, опять-таки, всем счастье. Значит, следующий наш участник. Камера 6D, объектив 24-105. Значит, это было снято диафармой 5, выдержка 1.400, ISO 100. Итак, давайте-ка поглядим, что мы тут увидим. Значит, я вижу следы, то, что здесь поднималась яркость, яркость глаз, ну, всего. То есть вот здесь было темно, я вижу, что здесь прорабатывали. Вот. Вот это вот... Это что? Сейчас покажу. Вот эта вот полоса. Скорее всего, затемнялся фон. И вот эта вот полоса, которая вот идет, вот. Это вот ляп, который, за которым мы не углядели. Скорее всего, точно не могу сказать, но на это очень сильно похоже. Вот. В целом, если так смотреть, да, снимок прикольный, но мне не нравится. То, что здесь, допустим, на щеке, вот это вот солнце, оно больше всего и попадает. Вопрос, а что мешало полностью модель посадить, то есть спиной, и, соответственно, подсвечивать не с этой стороны, а с другой. Вот. Либо развернуть лицо модели в сторону того же отражателя. То есть вот, уже не так горит, то есть вот эта вот часть. Теперь также немножко, я бы, конечно, чуть-чуть, совсем-совсем капельку, я не говорю, что много, но чуть-чуть бы я бы приспустил бы вот здесь вот траву, чтобы модель еще больше у нас выделялась. Плюс, также я бы добавил бы немного на наш фон, этот, как его, оттенок. То есть вот чуть-чуть, вот его бы я бы как-то увел бы чуть-чуть в холодный, но не настолько сильно. Вот просто чуть-чуть бы я бы его увел. И, соответственно, модель бы еще лучше на этом фоне, она бы выделялась. То есть если бы немножко, я бы сделал похолоднее. Но опять, все зависит конкретно от технических задач, что хотели показать. Вот. В целом снимок как бы норм, но вот эти вот нюансы, что, у меня ком завис? Вот эти вот нюансы, они очень важны. Нет, норм. Все время приходится отвлекаться, смотреть, не зависла ли запись на вебке. Смотрю, записывает ли QuickTime. Вот. В итоге, давайте поглядим. Ну вот. Видите, я немножко вот это приспустил и стало как-то более получше. Плюс, я не то выбрал. Плюс можно было даже еще побольше поднять яркость именно вот здесь. Сейчас покажу. Вот. Слегка. То есть вот. Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Вот. И еще раз посмотрим до и после. Я думаю, вот так вот как-то получше что-ли будет. Но опять-таки, я сейчас это делаю все грязно. С учетом того, что мне это нужно успеть за 3 минуты. Вот сейчас уже 3.30. Так что вот такие вот рекомендации. Учитывайте вот этот момент, когда изначально фотографируете. В целом, еще раз говорю, снимок может быть прикольным. Вот. Я сейчас не обращаю внимания на то, что здесь вот рук так порезали. То есть вообще на это не смотрю. Вот. Именно сейчас вот касательно то, что здесь какой-то ляп. Ну и по освещению. Ну и конечно, да. Вернусь к руке. Можно было посмотреть и попробовать по-другому как-то руку расположить. Просто я так задумался. Рука, не рука. В целом непонятно, откуда она вылазит и что с ней дальше происходит. Можно было куда-то просто ее деть. Было бы тоже норм. Ну, я уверен, там есть снимки, которые тоже можно посмотреть и выбрать из этой серии. Следующий наш снимок. Значит, камера 8DCD. Sigma 1750 объектив. Диафрагма 2.8. Выдержка 1.60 ISO 100. Так, сразу вопрос. Зачем вы ставите выдержку 1.60? В данном случае вы работаете со вспышкой и вы снимаете так, что постороннее освещение. Вот, слово постороннее. Вот это естественный свет, который, ну, как паразитный свет. В данном случае, зачем он здесь вам? Хоть вы и снимали у себя в комнате, с закрытым окном и так далее. То есть смысл было снимать на выдержке 1.60. Не забывайте про вот эту штуку, чтобы паразитарного света в кадре просто не было. Учитывая, что вы вот что снимаете. Так, если на это дело все посмотреть. Ага, окей, 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 цветочки, все дела. Ну вот, дайте-ка, поглядим. Ну вот тут я вижу то, как вы прорабатываете. То есть вот, работа кисточкой. Наша любимая пыль, я ее по сути не вижу, потому что, скорее всего, вы каждый листочек отсюда вытаскивали, скорее всего. Вот, но не забывайте про то, что у всех разные мониторы и у кого-то вот это будет сразу, будет видно. Теперь, я вижу, что у вас вроде там фон был, но теперь его тут нет. Знаете, что мне не нравится в этом снимке? Мне не нравится композиционное решение. То есть, ну вот у вас тут есть два объекта. То есть, объект номер один, объект номер два. Какая между ними связь? Почему они вот так вот здесь лежат? Причем здесь цветы и причем здесь вот эти пирожные? То есть, вспомните, пожалуйста, снимок, где вот я снимал корзину с цветами. То есть, что у меня там было? Значит, ткань, которая направляет к корзине. Потом идет сама корзина, в которой цветы направляются, то есть, тянутся к вазе. Ваза, которая повторяет форму, ну, изгиб вот этого вот всего. То есть, помните, да, и вот здесь вот были цветочки, что после, ну, что образовывало вот эту вот нашу форму треугольника. То есть, вот у нас вот так вот это было. Здесь же получается, что стоят два независимых, не связанных между собой объекта. Просто тупо лежат и непонятно, зачем они здесь вообще. То есть, а при чем здесь ромашки это и при чем здесь вот эти вот цветы? Смысл от этого снимка, то есть, мне он непонятен. То есть, как не крутить, что-то само по себе просится в данном случае вот сюда, чтобы что-то положили. То, что привело нас вот сюда и то, что будет связано с этим. Если бы вы просто сфотографировали бы вот эту вазу с цветами, ну, в данном случае с ромашками, то есть, допустим, не, дайте лучше буду вот так показывать. Допустим, вот у нас композиционное решение. Если бы вы мне скинули просто вот так цветы без вот этого вот пирожного печенья, вот этого всего, то как минимум было бы, ну, получше что ли. То есть, вот нету, допустим, вот этих печеньев. Вот вы мне вот, допустим, вот так вот сфотографировали и то, то есть, ну, вот без каких-либо вещей. Вот даже вот так как-то. То было бы поинтереснее. Второй момент. Вы, когда затемняли фон, я сейчас вижу, что цветы, вы попали тоже и на них. То есть, вот здесь светлее, вот здесь уходит в темноту. И при этом, если сейчас размыли взгляд, я вижу вот эту даже какую-то линию. Вот если сейчас я включу по яркости, как раз-таки вот и видно. То есть, тот самый грязин, где вы вот это вот затемняли. Ясно, да? Лично моя рекомендация, опять-таки, если есть вот эти цветулечки, их переснять. Да и само по себе и пирожное. То есть, смотрится прикольно, если бы просто бы и его сфотографировали. Без лишней какой-то мишуры. Поэтому, когда фотографируете что-то, не фотографируете, лишь бы что-то где-то с чем-то поставить. Пусть будет какая-то цель, которая, ну, как минимум связывает эти объекты. И что, не то, что это какая-то история, чтобы было понятно, почему это там лежит, а не просто кину что-нибудь, чтобы что-нибудь сфотографировать. Иначе это просто непонятно. И еще очень важный момент. Здесь стеклянная вот эта тара, эта вот баночка, она тупо в темноте, она здесь просто исчезает. Хотелось бы, чтобы она здесь тоже была. А то иначе получается, что эти как будто в воздухе висят, а эти просто тут тоже в воздухе висят, и даже никакого у них отражения. То есть, даже нет какой-то площадки, на чем они стоят. Поэтому в этом плане переделывайте этот снимок, но начинайте всегда с разработки хоть какой-то идеи, концепции перед тем, как снимать. Это будет лучше, чем просто снять. Такие вот пироги. Следующий наш участник, значит, камера 90D. Значит, диафрагма 2.8. Выдержка получается 0.5. ISO 250. Интересно. Давайте посмотрим. Вот, заведомо уже сейчас я понимаю, что сейчас будет здесь кое-какой ляп. И вот сейчас мы его и увидим. Ну и вот этот ляп. Скажите мне, а где фокус? Куда делся фокус? Почему у нас в фокусе, грубо говоря, если мы снимаем лицо, почему у нас в фокусе уши, а не вот эта вот передняя часть? То есть глаза вот где? Смысл было вот так вот снимать. То есть когда вы фотографируете, вы же фокус ловите где? Вы же должны фокус ловить получается же здесь. То есть как минимум, то есть вот здесь. Сейчас я поменяю его. То есть вот здесь же я должен фокус поймать. И учитывая, что у вас объект, он же не плоский, он же широкий в данном случае, то диафрагма 2.8, это же немножко мало. Окей, даже пусть будет диафрагма 2.8 у вас вот здесь вот в резкости. А получается, далее вот сюда уже уходит у нас размытие. Плюс вы сохранили это еще дело все в градации серого. Так, надо его перевести. Все, я его перевел. Вот. В общем, фокус здесь. И потом, как его глубина резкости, то есть сюда вот плавно-плавно уходит расфокус. Но при этом я бы спросил вас, зачем тогда снимать на такой объект, на такой открытой диафрагме. То есть первое, что здесь самое бросается в глаза, это то, что здесь не в фокусе. Второй момент. У вас выдержка 0.5. Зачем эта выдержка? Вы чем снимали? Вы вспышкой снимали или каким-то фонарем светили? Если вы каким-то фонарем светили, окей, понятно, что у вас сейчас длинная выдержка. Если вы вспышкой снимали, то непонятно, зачем такая длинная выдержка, если мы можем поставить покороче выдержку. Вот. И, соответственно, почему вот это вот дерево? Насколько оно здесь оправдано? Что, зачем? То есть, что оно дает? Это очень активный участок фотографии, который больше всего на себя привлекает внимание. Было бы лучше, если бы вы это сфотографировали бы на черном акриле, что здесь будет у нас отражение, и, соответственно, самое главное у нас в кадре, это будет кто? Вот этот вот ананас. И свет не обязательно ставить ровно, вот прям над ним. Ведь вы же могли свет немножко и вот сюда увести, чтобы и вот здесь вот как-то немножко, ну, просветилось. В общем, моя рекомендация вам еще раз это сфотографировать, и сфотографировать это на акриле. И я уверен, может выйти очень-очень хороший сам по себе снимок. Вот чем фотографировать вот так вот? Вспомните, я всегда говорил, если вы хотите, чтобы я принял вашу работу, всегда запишите себе заметки, ну, до чего я докапываюсь. То есть воздух над головой, промахи по фокусу, касательно выдержки, касательно пересветов, недосветов. То есть вот это все, когда напишите, когда вы сфотографировали, вы прошли по этим пунктам, увидите, что вы все сделали, то вы опять-таки увидите, что, ух ты, а он, оказывается, может принять работу, а не постоянно проверять их, переснимать. Вот это вот вам лучшая рекомендация, поэтому очень-очень хочу, чтобы вы это пересняли и пересняли правильно. Потому что я знаю, что у вас это, ну, может получиться, а сейчас это какой-то ляп лично для меня. Поэтому переснять. Итак, следующий наш участник. Значит, камера у нас 70D, объектив 18-135, диафрагма 16, выдержка 30. Ну, давайте откроем. Во-первых, для меня вот эта работа, это просто сейчас загадка. Вот почему вы именно снимаете так? Разве я этому вас учу? Разве я учил вас снимать вот такой вот какой-то пыхой в лоб, вот этой плоским вот таким изображением? Либо вы просто спешили что-то скинуть в нашу игру, чтобы вас не исключили из группы, но вот вы что-то сфотографировали, вот лишь бы что-то сдать. Либо я не понимаю, для меня это очень загадка. Потому что вот именно так я никогда не учу. Ведь мы же, когда проходили тему предметка, мы же как свет ставим? Разве мы его такой пыхой в лоб снимаем? Мы же используем наши самодельные софтбоксы, мы же снимаем сверху, мы же все это рассчитываем. И, соответственно, я сейчас очень удивлен вот этой вот картинке. Я не знаю, вот есть, конечно, конкурс для тех, кто в курсе. Есть такой конкурс Lens Culture, они как раз вот всякое вот иногда принимают и типа нормально. И тут вот, представьте, я сейчас разбомбил, а в Lens Culture приняли. Вот, но опять-таки здесь у нас не Lens Culture, а разбор. И учитывая, что вы у меня учились, для меня сейчас это загадка. Я такую работу абсолютно не принимаю, и я вас отправляю просто переснимать. И повторить полностью все, что мы проходили. И смотреть хорошие примеры работы. Смотрите работы наших студентов. То есть, когда вы сами начнете смотреть и сравнивать работы наших студентов, хоть и вы тоже мой студент, но будете вот так сопоставлять, вы поймете, что здесь снято, ну, хреновенько, по-другому я сказать не могу. Поэтому за такую работу я сразу ставлю двойку касательно освещения, касательно и композиции, и так далее, и так далее. Конечно, если есть фанаты такого, ну, ребят, мой вам совет. Развивайте вашу насмотренность, и чем больше вы смотрите, тем такие снимки для вас будут померкшие. Потому что в данном случае этот снимок, он не очень. Поэтому вам нужно срочно реабилитироваться и сдавать нормальные работы. И будьте, пожалуйста, активны в чате. Потому что вы в чате у нас очень неактивно. И вы скинули в самый последний момент, в самый-самый-самый-самый, просто лишь бы, чтобы не убрали вас из группы. Следующий участник. Камера 80D, объектив 85 мм 1,8, диафрагма 7,1, выдержка 1,160. Окей. Давайте смотреть. Значит, в целом как будто бы нормально. То есть, как будто бы все окей. Ну, вот то, что я предвидел. То есть, когда вы фотографируете на черном фоне, изначально снимаете так, чтобы черный был черный. Чтобы вы потом его не вырезали. Иначе получается то, что вот сейчас здесь я вот это вот вижу. Вот это вот. Это очень сильно отображается вот здесь. То есть, в данном случае здесь получается, что видно, да, то, что модель вырезали из фона. То есть, вот, смотрится как-то неестественно. Понимаете, да? А во-вторых, само по себе, мне здесь немножко не хватает объема. Картинка получилась плоской. То есть, как вот получается с этого, как вот отсюда посюда, очень все немножко плосковато. Да, здесь есть тень. То есть, вот она... Сейчас я ее все время забываю маркер включить. Вот, у нас тут есть хоть какой-то теневой рисунок. Уже хорошо. Но было бы здорово, если бы вы этот теневой рисунок вот так вот не высветляли. И само по себе, по логике, если у вас тут отсюда идет свет, то здесь вот теневой рисунок. И, соответственно, вот это тоже должно уходить в теневой рисунок. Иначе получается, если вы сейчас оставите здесь отражатель, к примеру, либо заполняющий просто свет, который бьет в эту сторону, то получается, вы этим самым просто тупо убиваете объем. Ведь нам же очень важен объем. А получается, таким образом вы объем просто тут съедаете. И картинка, получается, выглядит такой немножко вырезанной. И, соответственно, вот все эти ляпы, которые происходят именно в тот момент, когда люди снимают вот так вот на черном и вырезают. Вот это вот очень-очень-очень важно. Я прекрасно понимаю, что, скорее всего, в 99% случаев на вашем снимке, которую вы сняли, у вас фон, он там не темный. Он у вас вот такой, скорее всего. Ну, вот так. Виден вот этот фон. А еще виден срач на этом фоне, если, допустим, он там был мятый. Лучшая рекомендация. Лучше сразу снимайте так, чтобы вот этого фона не было. То есть, еще раз, где? То есть, лучше снимать, чтобы вот этого не было. Отодвигайтесь от модели, либо отодвигайте сам источник света от модели. Либо уже, когда снимаете, пусть сзади тогда будет фоновый источник освещения. То есть, пусть вот так вот сзади будет фон. И пусть его будет видно. Но если там фон, как вафля, вот этот вот некрасивый, то лучше пусть его там не будет. Поэтому, вот так вот не убирайте и не высветляйте волосы, если изначально вы сфотографировали так, что у вас тут есть объем. И не перебарщивайте, пожалуйста, с заполняющим светом. Иначе выглядит все это плоско. В целом, снимок мог бы быть прикольным, если его вот так не затемнять. Плюс, я бы здесь бы еще немножко убрал бы вот воздух над головой, потому что здесь все, ну, его здесь много. То есть, вот так было бы гораздо лучше. Если смотреть на ретушь, мы смотрим на ретушь. Такс. Ну вот, видно, он заполняющий. Вот здесь вот. По ретуши в целом нормально. Конечно, чуть-чуть видно, чуть-чуть замыленность, но не так сильно. Допустим, ну, опять-таки, мы же с вами проходили, вы могли бы убрать, ну вот, часть какая-то. Вот пятна. Вот они идут. Причем их, я их вижу. Ну, опять-таки, я думаю, комментарии понятны, и здесь по большей части попробуйте еще раз проработать, но не забывайте, пожалуйста, про вот эту теневую часть. Теневая часть – это очень-очень такая важная вещь. Не снимайте плоско. Следующий наш участник. Значит, камера у нас 750D, значит, 85 мм, 1,8. Значит, диафрагма 2,8, выдержка на 2500, ISO 200. Вот опять теперь вопрос. Значит, зачем вы поднимаете ISO на 200, если у вас выдержка на 2500? Зачем? Ведь вы могли бы… Что вы делаете ISO? ISO что дает? Оно дает чувствительность матрицы. То есть вы прибавляете его. А что дает выдержка? Помимо того, что выдержка у нас замораживает, либо дает динамику, выдержка еще отвечает за свет. То есть за пересвет, за недосвет, за норму. Здесь же получается, вы убираете много света, то есть 2500 – это относительно, это короткая выдержка. Но при этом матрице вы поднимаете чувствительность к этому. То есть непонятно, зачем вот так вот вы сняли. Вы скинули мне сырой RAW снимок, при этом вы уже на тот момент, когда скидывали, вы уже прошли несколько занятий касательно постобработки. И соответственно, могли бы уже мне скинуть сконвертированный файл. Вот. У вас уже эти знания были. Касательно снимка, ну что я могу сказать? Конечно, здесь не хватает само по себе, если сейчас говорить только про съемку, не хватает света на лице. То есть каким образом его добавить? Ну, если вы взяли бы какие-то там отражатели, либо еще что. Либо вот, как мы с вами сегодня проходили, поднять яркость на лице. Понятное дело, что очень сильно бросается его рубашка, как белое пятно. Вот. Причем, кстати, когда вы JPEG скинули, если вы обратите внимание, у вас JPEG вот здесь пересвеченный, а RAW он сырой. Еще одна фишка. Ну и вам, чтобы вы сравнивали, насколько JPEG и RAW, насколько RAW в общем полезен, чем JPEG. Вот. Ой, случайно двинул. Сейчас вот так вот. Соответственно, я вот немножко приспустил, лицо приподнял, ну и, соответственно, ок. Конечно, было бы еще здорово, если бы хотя бы чуть-чуть было бы, ну, вы какой-то выбрали бы ракурс, где видно лицо дочки. Было бы тоже замечательно. А вообще, само по себе, лучше всего такие фотографии делать в серии. То есть он улыбается, потом со спины видно, как дочка радуется, тоже обнимает папу. То есть, ну, не просто одну фотку, а какую-то, серийную. Конечно, было бы здорово лучше показать эмоции также и девочке. То есть, показать какой-то кадр со спины, чтобы папа там был какой-то такой развернутый. Вот. Было бы лучше. Поэтому, в последующем, когда скидываете работу, не скидываете, лишь бы скинуть. Помимо сортировки, и самой съемки, понимаете, что вы делаете и расписываете сценарий. Пришли на съемку, вот вы снимаете папу с девочкой. Заранее в голове себе распишите, какие вы хотите ракурсы. Где эти ракурсы найти? Вдохновляйтесь. В сети дофигища примеров, очень много хороших фотографов, которые, получается, что вот есть. О, давайте вот так землю. О, вот так вот лучше. Получается, что куча разных есть примеров, на которые можно посмотреть и, соответственно, использовать те же позы, те же наработки и будет вам норм. Вот. То, что вы участвовали в конкурсе, норм, но не забывайте про творческую составляющую. Готовьтесь к съемкам. Следующий участник, значит, камера 80D, объектив Sigma 1750, диафрагма 4, выдержка 1.4, ISO 100. Я знаю, ну, как и всех остальных студентов, кто вот это вот снимал, и я прекрасно понимаю, что это снималось на штативе, и это снималось, естественно, на освещении. В целом, если смотреть на снимок, если смотреть на снимок, еще раз, что-то я призабыл, на какой диафрагме это у нас было снято. Это диафрагма 4. Окей. Такс. В целом, сам по себе, снимок нормальный, прикольный, стоковый, такой чисто, ну, фут, ну, фут фотография, такая, ну, мне нрав. Единственное, что я бы, ну, диафрагму хотя бы на, почему диафрагму на 8 не закрыли? Ведь, если вы снимаете на штативе, то, соответственно, можно же удлинить выдержку, и, соответственно, у вас, что будет, больше в резкости объектов попадать. И это будет сам по себе получше. Композиционно, композиционно ничего не говорю. Здесь печеньки, молоко, это два объекта, которые сами по себе, понятно, что они взаимосвязаны. А, кстати, вот хорошее сейчас сравнение с теми вот работами, где я проверял цветок и печенье. То есть, вот здесь, да, два объекта, но они между собой и так связаны. Все знают, что печеньки с молоком, это норм. Плюс вот это все рассыпанное, то есть, смотрится хорошо. В общем, мне нравится. Единственное, что я бы, может быть, просто чуть-чуть, совсем капельку, просто совсем чуть-чуть. Во-первых, вот здесь бы приглушил бы вот это печенье, чтобы она сильно не бросалась в глаза. И слегка, слегка, совсем чуть-чуть, я бы проработал бы, чтобы ткань была чуть-чуть потемнее. Вот. И при этом отдельно я проработал печенье, чтобы регулировать, насколько она горит. А второе, я бы отрегулировал бы саму ткань, насколько она горит. В целом, снимок нормальный, мне нравится. Просто задумайтесь о диафрагме. Снимайте немножко побольше и, соответственно, было бы лучше. Но при этом я не говорю, что теперь все время снимать на широкой диафрагме. Можно, точнее, я имею в виду на закрытой диафрагме с широким гриппом. Можно снимать и на открытой диафрагме. Очень много примеров, где тоже смотрится классно. Следующий наш участник, значит, камера у нас 550D, объектив 18-135, диафрагма 5,6, значит, выдержка 1,50. А фокусное расстояние у нас 126. Вы помните, да, про наше святое правило, про то, что фокусное расстояние, сколько и какая выдержка у нас, чтобы не было у нас шевеленки и смазы. Я понимаю, да, на объективе есть стабилизатор изображения, это спасает всю ситуацию, но не игнорируйте это правило, вы должны за ним четко следить. В целом, снимок прикольный, нормальный. Единственное, что я бы, допустим, чуть-чуть притемнил бы вот эту вот левую сторону кадра для того, чтобы код больше бросался в глаза. Сейчас я немножко вот так вот сделаю. То есть вот, вот так вот уже, 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 уже как-то посимпатичней. Сейчас вот. ухо освобожу. Вот. И сейчас, конечно, выглядит немножко как это палевно, потому что я это еще на время идти, побыстрее, побыстрее. Вот. Но визуально, если смотреть на это все дело, я думаю, уже понятно, что я имею в виду. То есть мы сейчас затемняем вот этот вот фон для того, чтобы выделить кота побольше. Так будет гораздо лучше все дело смотреться. А еще можно даже немножко увеличить яркость его морды. Не забываю про ушки. Сейчас. То есть вот. Интересный цвет глаз сам по себе. Вот. Потом, если мы конвертируем это все в RAW конвертере, можно же добавить еще немножко вот этой вот четкости, чуть-чуть текстуры. Сейчас, еще раз, я это делаю прям с таким фонетизмом. Никогда так не делайте. Просто я это делаю для того, чтобы показать разницу. То есть у нас было как-то серо-просто и стало. Теперь это все выделяется. Я бы даже, знаете, что сделал? Вот в этой части само по себе его шкуру и вот это все по вот этому ходу я бы тоже затемнил бы его шкуру, шкуру, кожу, не, не кожу, как его, шерсть, вот шкуру, чтобы выделить еще больше лицо, морду. Вот. И было бы классно. В ЧБшке я уверен, что снимок сам по себе тоже круто смотрится. Мы можем сейчас уже его глянуть. Вот так вот немножко там четкости. Единственное, знаете, что плохо мне сейчас не нравится? То, что вот вот это получается... Да, я сейчас покажу. Покажу, покажу. Сейчас вот хотя бы как-то я его вот так вот выделю. Окей. В ЧБ он тоже смотрелся бы очень хорошо. То есть вот. И при этом здесь мне не нравится в этом снимке вообще немножко неудобный снимок тем, что если посмотреть на его то есть тело шкуру мех вот она очень сливается и похоже по краске с полом. То есть там, где он сидит. Еще один очень, кстати, хороший момент, чтобы выделялось то есть кот выделялся лучше это немножко обесцветить пол точнее землю. вот и этим самым кот он будет выделяться гораздо лучше. Я подниму то есть чтобы в цвете был в основном кот, а землю вы немножко вот так вот обесцветили. То есть вот так будет я думаю гораздо лучше. Это что за желтое пятно это я его поставил вот здесь или оно здесь было. Я сейчас говорю про вот это. Посмотреть на оригинале откуда это вот это вот пятно. Его по идее здесь не должно быть. Вот. Еще раз взгляд прикольный. Единственное что нужно отделить вот эту вот землю от самого кота. Потому что земля в данном случае очень сильно она похожа с его вот этой окраской. В целом снимок норм. То есть глазище прям вообще очень классное. Следующий наш участник это здесь Canon 80D объектив Sigma 1750 диафрагма 6.3 и выдержка 160. Окей. Давайте будем смотреть. У меня еще тут телефон садится оказывается. Так. В целом в целом в целом снимок вроде бы как нормальный. Конечно сейчас я как всегда что-нибудь здесь найду. Окей. Значит сейчас я подниму вот здесь вот так вот посмотрю. Ага. Окей. Знаете что мне здесь не нравится в этом снимке? И если бы я бы снимал на что бы я обращал внимание? В первую очередь здесь нужно выделить лицо модели. Здесь же получается что вот эта часть нижняя сейчас я на ней полисую. То есть вот эта часть она очень много на себя берет внимание. Я понимаю да это белое вот но что бы я сделал я бы немножко вот это приглушил бы по яркости и соответственно вот это все и вот здесь бы проработал то есть вот вот так вот чуть-чуть убрал кофточка как была белая она такой и осталась вот но обратить внимание насколько сейчас лицо стало больше выделяться вот это вот первое чтобы я бы проработал вот ну и соответственно может быть чуть-чуть совсем добавил бы контраст совсем чуть-чуть и то я бы просто на лице добавил бы вот капельку для того чтобы лицо еще больше в данном случае бросалось нам в глаза и вот этим пятном оно нас не отвлекало то есть получается ну вот сами смотрите да и после понятное дело что вот эту яркость и контрастность можно отрегулировать чтобы она сильно не бросалась тоже в глаза и главное не переборщить вот и вот мы сравниваем а нет я вот это не добавил сейчас и вот так вот ну вот я думаю пример понятен не забывайте про вот эти вещи в данном случае мы смотрим на лицо и мы не должны отвлекаться на ее наряд в целом снимок прикольный здесь ничего я сказать не могу конечно можно сказать что в целом можно поднять еще свет повыше для того чтобы тень чуть сюда спустилась но я абсолютно сейчас про это не буду говорить потому что и так здесь все норм можно было бы немножко все равно я уверен вы этот снимок прорабатывали но можно было оставить объем то есть вот обратите внимание я затемнил теневую часть и насколько сейчас стало как-то более получается объемно вот мы сравним до и после то есть вот так вот лучше я бы чуть-чуть бы еще уменьшил бы яркость и контраст чуть-чуть вот капельку вот и вот так бы сохранил ну вот грубо говоря вот последний раз покажу и после и сами как говорится уже я думаю разницу вы увидите вот так по мне смотрится еще лучше чем было опять-таки еще раз говорю когда здесь получается убираете яркость следите за тем чтобы то есть когда вот вот здесь яркость убираете следите за тем то чтобы это не попало вот так вот на коже чтобы здесь темных пятен ну пятен не было вот работа в целом норм вот проработайте еще раз в плане того что заново отконвертируйте раф и не убирайте вот этот теневой тень со щеки не убирайте так идем дальше следующий наш участник значит это камера EOS M6 Mark II диафрагма 10 выдержка 1.100 получается 1 выдержка 1 сотая так а я я понял чей этот снимок учитывая что там сигна 7.50 да я понял ну давайте поглядим итак что мне в первую очередь здесь не нравится если сейчас посмотреть то здесь картинка выглядит немножко какой-то слипшейся у меня почему-то такое подозрение что вы очень сильно сюда добавили контраст для того чтобы снимок прям выделялся выделялся потому что вот если сейчас я убираю контраст обратить внимание у лепестков хотя бы хоть как-то ну они хоть как-то появились вот а здесь же они получается склеены не знаю как вы это сняли я имею ввиду какой был изначально у вас результат сырой но вот так вот это очень плохо что получилось что получилось вот так вот склеено если вот сейчас проверить насколько вы хорошо сняли то есть вот ну вроде бы вы сняли ничего не вырезали обычно когда вырезают здесь идеально все как бы белое вот здесь прям видны следы вроде бы норм но еще раз говорю было бы лучше если бы фон был не максимально белый а хотя бы чуть-чуть там ну 2% серого вот и здесь не хватает можно сказать рисующего света на сам цветок то есть нужно было его немножко усилить и соответственно смотрелось бы лучше а еще если бы добавили капельки немного пару капелек вообще было бы замечательно поэтому очень очень хочу чтобы это пересняли сняли это получше вот с учетом всех вот этих вот комментариев и когда обрабатываете снимок убедительная просьба не добавляйте так контраст а еще лучше если вы скинете сейчас ну как посмотрите этот разбор скинете нам сырой снимок чтобы мы посмотрели до и после и чтобы я четко понимал как вы все проработали и как вы это сняли вот будет лучший выход и вариант для вот этого моего комментария так следующий наш участник камера 6D объектив 2.4 70 диафрагма 4 1.400 у нас получается выдержка ну давайте смотреть итак давайте увеличим это наша оленья ферма сейчас все любят туда ездить вот вот теперь вопрос что это вот вот это вот это что я сейчас вот вот это это что так и хочется сейчас сказать как я это говорил на уроке вот ими произнести и сказать вот я же сколько раз говорил что нужно здесь быть внимательней на на снимках где вы делаете такого рода ретуш то есть видно что вы файл наложили на файл для того чтобы подвинуть этого оленя вот линия она идет и здесь вы ее просто не дозакрасили вот это вот большой в данном случае ляп который вас выдает и как раз таки подтверждает мои слова когда вот вы проходили у меня ретушь я как раз вам делал про это замечание теперь вопрос скажите мне пожалуйста зачем мне вот здесь задница вот этого оленя нафига она здесь нужна ведь можно было как-то подождать чтобы либо этот задница ушла либо попросить смотрителя опять-таки вы же поехали туда фотографировать изначально договаривайтесь с теми кто кормит кто за ними смотрит чтобы они немножко вам помогали ведь за скромную плату они с удовольствием и лишних оленей уберут и у вас снимок только от этого будет лучше и не будет всяких вот таких ляпов потому что в данном случае вот эта вот задница оленя она здесь вообще не к месту вот было бы в сто раз круче в данном случае если бы не было вот этой вот задницы вот и соответственно если бы вот хотя бы вы еще более скадрировали бы само по себе как-то ну давайте вот я сейчас непропорционально скадрирую то есть вот когда просто здесь вот так вот олень без другой задницы оленя снимок был бы гораздо лучше само по себе то есть ну давайте я сейчас опять-таки тупо возьму и закрашу этих оленей опять-таки все это в режиме таком тяп-ляп то есть вот видите фокус был олень нет оленя вот а вот этого ну как я его уберу ну очень просто возьму тупо сейчас вот информацию отсюда вот так и соответственно тупо вот так перекину понятное дело что это будет сейчас все двоится это будет все палево это будет все видно вон опять олень торчит сейчас я это все сотру то есть вот типа этого тут нету и соответственно вот так вот все это вот так вот закрашу вот и нет наших оленей даже если снимок был бы снят именно даже да что ж такое с такой компоновкой да вот смотрите насколько он сам по себе вот этот олень очень хорошо смотрится видим да я что сделал я просто убрал вот это лишнее а если вы хотите показывать что там целое стадо оленей ну тогда снимать чтобы было побольше а не задницу и задницу вот вот так вот гораздо было бы лучше и я не знаю почему вот я прям вот смотрю мне прям вот не знаю мне не нравится знаете что опять таки я не специалист по оленям может быть так это нормально но мне не нрав вот эта вот штука сейчас я ее поправлю сейчас он откроет ее она открылась здесь сейчас секунду перекину мне не нравится так сейчас вот эта вот лапа которая немножко так как-то какая-то она была какая-то вот так мне не знаю почему но это мне так вот больше нравится может быть так и должно быть вот я подправил касательно если подхалтурить в плане того то что ухо здесь это типа вы не на оленей ферме фотографировали а сфотографировали прям где-то живого оленя ну что вам мешает просто взять ухо опять таки сейчас это будет палево вот но если аккуратно проработать никто в жизни не догадается что у вас там ухо оно но этот как его скопировано с другой стороны опять таки еще раз говорю я сейчас это делаю все очень грязно то есть вот ну допустим видите насколько уже стало по-другому насколько уже хорошо смотрится да сейчас можно сказать а блин ухо же повторяется ну кожа текстура но вы возьмите из этого уха только ту часть которую вы хотите в данном случае замазать то есть я сейчас говорю конкретно про вот это вот то есть вот аккуратно аккуратно мы то есть прорабатываем соответственно мы еще должны учитывать то как расположено то есть следить за этими линиями то есть вот допустим вот ну и проработать само по себе поверх вот вот этих вот волос вот я еще раз говорю я делаю это очень грязно просто тупо очень грязно то вот вам невнимательный зритель он даже не заметит вообще но моя рекомендация быть вам более внимательным и следить за тем что получились нормальные снимки вот моя рекомендация вы можете этот снимок обработать так и смело потом даже выставить и соответственно чем чище вы это сделаете тем круче это будет выглядеть так что вот так вот и не делайте вот это искусственное винетирование которое в данном случае я его вижу вот оно идет вот в данном случае оно немножко здесь палевное вы либо его немножко этот как его радиус немножко расширьте чтобы оно плавнее переходило и оленей из него вытащите вот такие вот советы следующий наш участник итак уважаемый участник почему я вот здесь не вижу никаких параметров на которыми ну с которыми вы работали вы же знаете что нужно скидывать файл и чтобы вся информация она была здесь иначе получается ну как так вот я не вижу в каких параметрах вы фотографируете и соответственно уже лишаете возможности чтобы я нормально вас прокомментировал итак давайте поглядим хочу сразу сказать вы я видел вы скидывали очень много вариаций того как вы сняли и на самом деле именно вот эта вариация она вот если сейчас смотреть она лучшая из того что вы скидывали в первую очередь потому что ту маску которую вот вы везде одевали там получалось так то что маска все время закрывала вот эту часть глаз и все время казалось так то что модели как будто у вас там косоглазы как будто они смотрят вот вот так вот и поэтому нужно это учитывать и несколько человек в группе тоже это заметили и тоже сказали про то что что-то как-то маска тут криво лежит вот здесь в данном случае по поводу маски это лучший вариант теперь давайте я это дело все посмотрю вот здесь видно что снимали на каком-то фоне где текстурно по-моему это опять-таки снимали на вафле то есть вот я сейчас абсолютно абсолютно хотя в целом можно докопаться и давайте-ка я все равно докопаюсь не забывайте про вот эти вот штуки которые эти пылинки их видно не ленитесь их убирать либо во время съемки их убираете либо уже на посте но будет лучше если вы их будете убирать тем более я не вижу чтобы их здесь было прям так много и ситуация здесь абсолютно не катастрофа конечно да вот вот это тут все это есть тут это видно но нужно это избегать теперь идем дальше идем идем дальше касательно ретуши не понимаю почему вы не заметили вот вот это я сейчас говорю про вот здесь губы губы они кончаются же здесь вот же то есть почему здесь не докрашены и это очень видно потому что здесь губы не докрашены либо это не докрасил их визажист либо это вы на стадии постобработки когда вы работали вы это тупо просто не докрасили а если вы рассчитываете что только визажист за вас красит а вы просто снимаете то что есть это очень плохо вы должны понять что в 98 процентов случаев 98 процентов вся работа зависит от вас потому что часто визажисты начинают косячить и соответственно ваша задача была что сделать докрасить за нее то есть мы с вами проходили как это делать вот я сейчас просто крашу это тем сам способом чем проходили но вы видите что он вот этот способ дает какой-то не тот цвет вот но также у нас есть и другие инструменты которые что могут дать нам возможность если мы не можем подобрать тот оттенок мы можем что делать вот подкраснить до тех пор сколько нам нужно опять-таки у кого-то это будет видно у кого-то нет и плюс учитывайте что я это делаю на как это в ограниченное время просто как пример того чтобы показать вот и соответственно таким образом можно это дело все докрасить и это будет выглядеть аккуратно вот такой такое ощущение что вы губы ну вот да вы губы и такое ощущение что поворачивали потому что видно какая-то вот линия то есть и вот здесь она видно то ли вы губы и увеличивали что здесь видно вот этот вот след я его вижу до по коже немножко как будто бы не совпадает вот либо вы просто давали контраст так там машины какая-то едет с буфером не знаю сейчас это будет слышно не будет слышно внизу едет машина жутким гулом сабвуфера вот и соответственно это вот но я здесь как-то слышу или нет ну ладно в общем получается то что здесь видно что вы что-то делали с губами и вот это вот не очень потому что нужно за этим все время следить чтобы такое вы не допускали так я заново сейчас ее открою чтобы документировать вот я еще раз заново открыл так по всему остальному но в целом как бы нормально здесь хорошо то что вот в предыдущих версиях у вас снимки были замылены то есть было видно что кожу были ли здесь уже ретушь стала почище единственное что конечно вы должны понимать что цветность кожи она должна быть ну не то что одинаковая как кирпич 1 тонны и вот зараза не дает нормально прокомментировать и так значит кожа у вас тут все вроде бы как нормально но по крайней мере это выглядит лучше чем ваша предыдущая работа где было видно что очень сильно замылено сейчас выглядит уже почище значит в целом работа нормально единственное что пожалуйста когда фотографируете не ставьте источники освещения лишь бы их поставить побольше не забывайте 6 такая вещь как объем и если вы будете вот полностью вот так со всех сторон стоит то объема может и не остаться потому что светотеневой рисунок это очень-очень важно в целом работа прикольная вот и да я не досказал вот здесь обратить внимание кожа одного цвета а вот здесь она другая нужно вот эти вещи выравнивать это тоже самое когда визажист накрасит лицо и шея различаются по цвету и прямо иногда видно вот здесь вот такая вот прям граница старайтесь этого не допускать если видите что вот здесь отличается по цвету докрашиваете лучше и не убирайте с лица весь живой цвет потому что она выглядит по большей части потом как этот как его как кирпич вот здесь немножко видно что-то как будто вы поделали но не так сильно но я бы на вашем месте само по себе чуть-чуть бы вот эту область именно шея я бы затемнил чтобы она не бросалась нам глаза то есть вот так вот не так сильно но вот немножечко затемнил бы в целом работа прикольная нормальная но вот отеля по которой есть про них не забывайте так следующий наш участник значит камеры канон 8080 диафрагма 8 выдержка 1 250 iso 1000 окей значит те кто снимает макро все поймут что порой приходится поднимать ой скрип что порой приходится поднимать iso потому что снимаешь на закрытой диафрагме и тут без этого абсолютно никак конечно я рекомендую прикупить вспышку хотя вспышка и так есть и снимать со вспышкой потому что это облегчит задачу опять зависла камера не знаю с чем это связано но камера на макбук через какое-то время тупо зависает может быть там буфер переполняется еще что ну ладно и так значит лично моя рекомендация прикупить вспышку точнее вспышка есть уже об этом говорил вот и пробовать работать со вспышкой это будет облегчать возможность не поднимать iso вот если прикупить вспышку на то которая может снимать на быстро синхронизации по сути можно будет снимать одновременно чтобы попадала естественно освещение и туда же подстраивать вспышку когда я помню мы выходили ботанический сад по моему вы там тоже были вот вы видели я использовал вспышку и снимал сожалению я сейчас этот результат не найду то что там вышло но в следующий раз когда пойдем снимать обязательно возьму эту вспышку и вместе поснимаем я думаю результат будет норм так таймер все запустил и мы пошли так значит 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 ну опять таки сейчас мне что не нравится в этом снимке то что здесь он перешарплены то есть здесь прям нарушенная вот эта вот резкость которая вот сдалека вроде не видно но вот здесь и и прям сильно сильно видно понятное дело что сложновато контролировать глубину резкости потому что малейший ветерок малейшие колебания все это выходит из из фокуса да это сложно но опять таки я сейчас не могу проводить прям здесь как это ряд советов это получится на очень долго то как правильно лучше снимать возможно когда она худушки про у нас будет что-то типа такого как это тема где макро будет я либо это будет тема либо ее не будет но я какие-нибудь совету тоже касательно вот этого дам здесь ну что сказать снимок в целом как бы прикольный но проблема в том то что если мы сейчас опять размылим глаза у нас самый яркий объект это в этом снимке получается вот этот вот цветок самый-самый то есть вот оно и бросается нам в глаза было бы лучше и круче если бы мы подняли бы данном случае яркость у самой пчелы для того чтобы взгляд зрителя смотрел именно на нашу пчелку то есть вот а сам цветок мы по яркости приспустили поэтому в данном случае вспышка со вспышкой лучше фоткать либо находите те цветы на которые тоже конкретно попадает свет и соответственно контролировать контролировать полностью весь рисунок вот по большей части снимок похож как будто бы какой-то тестовый рисунок немножко не хватает все равно головы пчелы было бы лучше если бы здесь была ее мордочка вот и были какие-то там лапы и в этих лапах видно вот это вот как ее пыльца было бы красивее я уверен это снимок не одиночный потому что обычно когда такой снимай там сериями стробят для того чтобы и по фокусу не промахнуться потому что все равно все это движется а во вторых пчелы не позирует они постоянно двигаются и поэтому снимается часто серийно поэтому будет интересно вообще посмотреть какое какая есть серия из этого ну какая есть в общем серия для того чтобы посмотреть что можно оттуда выбрать единственно еще раз говорю в целом как бы нормально но как бы и не нормально потому что опять то ли такое ощущение что вот здесь вот здесь изначально было светлее но автор фотографии вот эту вещь то есть вот этот край он как будто бы затемнил то есть вот фотографии опять-таки немножко не хватает каких-то пятен и чтобы вот эта пчела она выпирала то что сейчас здесь смотрится грязно данном случае даже вот но моей коррекции которые сделал смотрится грязно вот но они вот сейчас это просто демонстративно чтобы вы понимали о чем я говорю и сейчас я включу до и после я думаю понятно что главный объект который хочется показать он в темноте вот здесь же он высветлен и он бросается но сразу его видно вот поэтому вспышечку надо как минимум вот чтобы мы выборочно могли подсвечивать то что мы хотим либо находить солнце и под тем углом снимать чтобы конкретно попадала то есть на объект ну и соответственно серийно побольше снимаю чтобы вытащить файлы опять-таки все равно вот хоть вот уже время прошло по большей части очень многие специально снимают потом склеивают эти кадры чтобы это все было в резкости потому это очень большая склейка но проблема часто заключается в том то что малейший ветерок это все вот так вот уходит это трудно склеивать и не просто так потом ставят всякие заслонки для того чтобы ветер если дует чтобы не попадал то есть вот какой-то в больницах такие вот заслонки вот так вот ставят и соответственно там снимают нужно это тоже в общем понимать были до этого снимки которые в рубрике хочу критики были комментировать там тоже классные но по свету те же самые были по моему комментарии в общем нужно будет этот какого поковыряться в архиве и когда еще раз пойдете снимать учитывайте эти моменты ну и плюс вместе когда все пойдем снимать я тоже покажу значит следующий наш участник камера канон 6d марк 2 значит объектив 50 миллиметров 1 и 8 снимали на диафрагме 5 и 6 выдержка одна тысячная iso 125 вот опять тот самый случай когда непонятно зачем вы данном случае подняли iso на 125 если у вас выдержка это такая короткая вот опять машина едет с этим сабвуфером я очень надеюсь что этого не будет слышно вот и вот теперь давайте разберем до снимок относительно прикольный здесь есть передний план но очень значит что не нравится очень нравится вот эта зона которая в пересвете сейчас я вот так вот поставлю то есть либо это вот я сейчас вот у прям очерчу это какая-то следы кисточки где вы прорабатывали то есть вот я говорю то что вот вот это вы прорабатывали вот вот это все и вот тут вот вот это вот остались следе кисточки вот если бы допустим это был бы мой снимок что бы я сделал я бы немножко вот приспустил бы вот вот здесь яркость то есть вот потому что иначе все это слепит это очень бросается в глаза яркость я бы приспустил бы вот здесь поставлю поменьше так вот вот теперь ничего не бросается в глаза вот видно второй момент да здесь опять-таки еще раз говорю я это все сейчас делаю грязно второй момент насколько нужно чтобы это было вот таким вот синим насколько это обязательно ведь не обязательно же чтобы это все было каким-то синим ведь это можно же и немножко убрать эту синего да синего дает какой-то волшебный холодный эффект но не всегда это синего она нужно если добавлю немножко вот четкости чтобы сугробы немножко вот вот так вот опять все это делается коряво имейте ввиду то есть вот так вот ну вот более-менее и сейчас учитывая что у нас там он человечек этого человечка тоже отсюда так вот вытащу хотя бы хоть как-то ну давай конечно это сейчас тоже грязноватенько как мультик теперь выглядит но это просто такой вам демонстративный прием и так если смотреть до и после видно да у нас появился какой-то акцент и все же даже сейчас получается так то что меня немножко отвлекает вот этого слишком белая часть и хочется эту белую часть проработать так чтобы она была более аккуратно проработана потому что то как я сейчас это там замазал смотрится криво по сути еще раз говорю снимок можно вытащить его можно сделать очень крутым но я не знаю какой был оригинал скиньте пожалуйста сырой снимок без обработки очень хочется на него посмотреть потому что если правильно его сконвертировать то может выйти прям очень очень классный замечательный снимок вот моя вам рекомендация жду ваш снимок в чате очень хочется на него посмотреть и просто сейчас еще раз до и после глянем ну я думаю понятно что вот так вот как-то получше что ли будет вот поэтому жду снимок получается сырой и по нему я пойму как вы это все дело обработали и дам какие-либо там рекомендации значит следующий наш участник камера 80d объектив 50 миллиметров 1 и 8 диафрагма 4 и слова 100 но и выдержка 1 250 что-то я подзавис так давайте-ка его смотреть понятно 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 первое что сейчас мне не нравится в этом снимке тем то что мне нравится то что он дает каким-то фиолетовым не фиолетовым а синюшным каким-то таким оттенком что хочется немножко вот выровнять чтобы не было вот это вот синевы ведь если сейчас сравнить то сразу видно насколько он синил синела и рубашка то есть она сейчас в норме стала то есть вот сделал очень очень сильно вот это вот синева она торчала теперь если дальше разбирать у вас рубашка здесь пересвете то есть она очень близко к тому чтобы здесь был пересвет поэтому на стадии рав конвертации нужно что делать нужно вот это вот ползуночками убирать вот и если мы расфокусируем наше зрение как я вот этому все время учу вы увидите что опять-таки рубашка в данном случае она очень 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 светлое пятно которое просто все внимание тянет тупо на себя этого быть не должно соответственно это сейчас поправил баланс белого синюшность это убрал и кожа модели стала гораздо получше стало так что у нас здесь что-то здесь крутили или не крутили вот здесь непонятно потому что все это вот с вот так вот размыто вот а касательно ретуши обратить внимание вот здесь допустим не хватает волос если есть такая проблема то как ее можно решить либо модель изначально как его убрал то есть нужно будет побриться именно там либо это нужно будет потом сюда наращивать либо не показывать этот участок потому что на самом деле он бросается в глаза конечно если это фирменная фишка вашей модели вот этот вот кусочек ну оставьте его ради бога вот что еще сказать по освещению конечно хочется немножко чтобы были чуток вот просто совсем чуток тени прям прям вот просится немножечко совсем капельку немного то есть вот чуть-чуть это я вот это очень грязно нарисовал и знаете что не нравится в этой фотографии мне не нравится в этой фотографии то что здесь перекручен контраст это видно по зрачкам по бровям по водному пиджаку видно что вы просто перекрутили контраст когда вот так вот перекручиваете это смотрится само по себе не очень пусть это будет само по себе как это фотография пусть немножко дышит вот я сейчас убираю контраст у него кожа более-менее становится даже какой-то нормальный то есть вот опять таки скорее всего это будет вам не видно вот но вот я немножко убрал контраст и само по себе даже чуток чуток появились вон и зрачки чуть-чуть стали видны получше чем было вот и картинка она не такая вот как это слипшиеся поэтому не перекручивайте вот этот вот контраст в целом ну что я могу сказать было бы замечательнее опять я не знаю техническую задачу ваш фотографии но я знаю что вы просто вместе все пошли снимать в студию было бы лучше данном случае если бы фон менее торчал менее был активный этим самым вы еще больше выделите вашу модель и я думаю так будет получше касательно позы и прочего прочего я ничего говорить не буду опять-таки поз миллион если бы вы как-то неправильно кадрировали или еще что соответственно я в этом вам вам бы как-то сказал бы вот ну наверное так нужно было снять чтобы голова было вот так вот и смотри вот здесь такой образ это опять таки тоже наш студент я тоже вас но он так смотрит этот обзор тоже вас фотографировали там разные были фотографии соответственно разные эмоции вот так что вот такие вот дела рекомендацию надо переработайте заново вот этот портрет и посмотрите что есть еще с того дня когда вы фотографировали я уверен там есть портрет где ваша модель более так уверенно смотрит прямо либо как-то по-другому улыбается но немножко переработайте вот этот вот снимок с учетом тех рекомендаций которые я дал значит следующий наш участник камера к на 60d значит объектив 18-135 диафрагма получается 5 и 6 выдержка 1 100 итак давайте посмотрим ну значит так скажу первое что мне не нравится в этом снимке это то как здесь выглядят плечи они здесь какие-то непонятные то есть допустим в весь кусок вообще какой-то слившийся то есть здесь непонятно то есть не видно именно самого вот плеча здесь получилось так то что она слиплась вот здесь вроде бы у нас есть плечо но она как-то здесь тоже продолжается как-то то есть непонятно вот и опять таки какую дать рекомендацию по плечам у меня куча есть работ на сайте фотошколы то есть вы можете посмотреть вот я сейчас их открою то есть вот я открыл даже в проекте enigma есть дофигища плечей то есть ну допустим вот разворот плечи вот разворот вот допустим один из пример тоже плечей то есть вот где еще вот здесь вот да вот вот очень хороший пример видите плечо то есть вот оно и соответственно здесь вот есть вот эти вот как ямки переходы конечно не всегда получается сфотографировать так но если видите что изначально модели так это на самом деле не выглядит то лучше накиньте что-нибудь пусть она лучше так не позирует потому что плечи это они должны выглядеть как плечи то есть эти служат объяснить проще показать то есть ну вот видите плечо плечо вот переходы ямки ключицы опять торчат вот вот здесь вот допустим видно до примеров много вы просто их откройте посмотреть еще раз на сайте по-моему здесь тоже что-то такое было то есть ну вот опять вот где еще было прям такой хороший пример ну вот опять вот ну ну вот опять в общем посмотрите на сайте там с плечами работ очень много и соответственно когда вы снимаете смотрите на то есть но уделяется этому очень очень много внимания если вы изначально шли снимать с плечами вот иначе выглядит ну не очень ну допустим смотреть видите здесь нет ключицы и я не снимал или так то есть ну не видно этой ключицы вот и соответственно она закрыта вот здесь вот хочу чуть-чуть ключики ключики они есть равно как-то закрыта вот снимая людей с ключицами подбирайте правильно этих людей для того чтобы вы когда снимаете но не выходил какой-то такой результат либо очень часто само по себе бывает такое что просто модель вы неправильно посадили ведь у нее уже здесь есть ключицы когда сажаете модель ну пусть она руку упрет куда-нибудь но есть она же на чем-то сиси сидит допустим не стоит же когда она опирает опирает руку на стул на который сидит у нее сама по себе ой микрофон будет шуметь то есть вот поработайте вот так вот то есть вот посадили плечо руку кисть она поставила на стул где она сидит и начинает она вот так вот вращать то есть вот 1 вращает сюда вращает и вы смотрите еще не забывайте о том как свет почему ключицы видны то что есть теневой рисунок то есть если не теневого рисунка и ключица и не будет это же все выбирает и оставляйте то есть вот так вот немножко покрутить и посмотрите чтобы свет по давай со включится потом вот эту немножко вот так вот выдвиньте не вот вот так вот а немножко вниз вот и соответственно у вас будет такой вот результат вот здесь касательно в общем не нравится плечи касательно теперь ретуши такое ощущение что вы здесь переборщили с резкостью ну да вот она вы прям или борщ или вы слишком ее много сюда добавили вы можете сказать что я добавлял здесь шум но это больше похоже на резкость по всей фотографии либо вы добавили резкости и пытались добавить шум что выглядит как-то вот не очень вот но и не забывайте если вы уж всякое такое снимаете чистите немножко вот но ретушируйте лично моя рекомендация я просто видел вы и скидывали несколько таких фотографий и посмотрите еще вероятнее всего у вас есть снимки где ну ключицы и плечики они выглядят нормально теперь вопрос зачем вот эта вот сетка для чего она здесь неужели вы нельзя было взять какой-то другой фон поставить и ну то есть развернуть модель другому фону чтобы сфотографировать касательно освещения да я вижу основной источник идет он идет у нас получается вот отсюда то есть вот и здесь у нас получается отражатель как заполняющий окей но вы же должны понимать что должен быть светотеневой рисунок вы то есть отражатель должен быть слабее по сути чем солнце для чего чтобы у вас был ну была тень вот и вспомните тему planner не забывайте покрутить модель потому что если модель это у нас центр циферблата мы на цифре 6 и соответственно учитывая что вот это но вспомните весь урок мы соответственно поворачиваем возможно был бы как это было бы лучше допустим если мы взяли бы не чисто солнце палит поставили бы рассеиватель было бы тоже классно и опять-таки вспомните урок фон должен быть пассивный скорее всего у меня такое ощущение опять-таки что вы как будто его тут затемнили про это просто такое вот ощущение вот но даже если вы затемняли вы затемнили его хорошо то есть я сейчас ничего не говорю но сам по себе вот вот это вот какая-то непонятная сетка она нафиг не нужна данном случае одно с другим здесь не вяжется вы же не как это же не вне женщина врата где сзади сетка понятно да вот поэтому прорабатывайте локацию и прорабатывайте позу модели не снимайте лишь бы снять ищите эту позу пока не найдете только после этого уже снимайте чем просто вы снимете вот она вот ну чем модель она же себя со стороны не видит она вот села села вот а вы ищите правильную позу ну и не забывайте про объем в любом случае я знаю что там есть еще у вас фотографии вы их скидывайте мы все внимательно на них посмотрим и не стесняйтесь мы подскажем какая работа лучше следующая работа значит canon 800d объектив 50 миллиметров 1 4 фокусная 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 так 50 значит диафрагма 28 выдержка 1 60 iso 100 ну давайте смотреть так ну что я могу сказать это 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 а где фокус вот что я могу сказать где наш фокус где фокуса фокус здесь вот то есть первое что уже бросается мне сейчас глаза это промах по фокусу вы должны этот момент учитывать мы это проходили и соответственно снимайте побольше по несколько кадров потому что ну промахи они неизбежны вот второй момент до модель здесь симпатичная красивая но если мы сейчас опять размылим глаза что мы увидим мы увидим что вот эта часть кадра вот вот это она очень яркая и она полностью на себя переманивает все внимание они на девушку девушка здесь у нее все в темноте если бы мы когда фотографировали изначально понятное дело я не знаю лишь не не могли скорее всего использовать источник освещения потому что тут у нас стекла и прочее вот но я бы поступил бы хитро если везде все это бликует то опять таки я бы снимал бы это на штативе я бы сфотографировал бы просто вот эта пустая зона без источника освещения а потом уже ставил бы туда модель и ставил бы на нее свет то есть я бы этим самым избежал бы все паразитные блики но при этом я просто бы наложил бы кадр на кадр но вы на посте это проходили я бы наложил бы и было бы норм вот сейчас я просто затемнил получается низ поярче сделаю вот и соответственно немножко начну вытаскивать модель оттуда больше делать на ней акцент понятное дело что сейчас это выглядит еще раз говорю грязно но само по себе уже 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 здесь модель начинает выделяться фоне вот этого всего вспомните еще раз говорю урок где модель не должна быть пассивнее чем фон нам и особенно снимали съемку на белом чуть-чуть и вот так вот чуть-чуть поменьше ну и давайте сравним до и после я думаю сразу видно и сразу понятно что здесь модель в темноте но в пересвеченной пересвеченном окружении здесь получается модель сразу видно то есть вот ясно вот это вот очень очень важный такой момент и еще одно насколько оправдана насколько оправдана вот это вот темнота которую вот здесь насколько она правда нужна ли она то может проще было сфотографировать без этой темноты то есть допустим ну вот так учитывая что допустим многие у нее в этом как его но многими не обрезать просто я сейчас убрал вот эту темноту то есть вот ну или ладно не соблюдая пропорцию вот я думаю сами судите было бы вообще еще здорово сам по себе вот такой вот снимок то есть вот именно вот с такой вот с таким вот кадрирование немножко слезноватыми ну вот примерно ведь тоже было бы норм и понятно что она магазине то есть вот поэтому когда фотографируете сами внимательно все просматривайте и не забывайте что модель не должна быть пассивнее чем фон и вот вам такие рекомендации ну ка еще раз где вот вот так вот вот так подниму ну вот видите теперь мы смотрим на модель они окружение которое просто бьет в глаза такая вот в общем рекомендация я уверен у вас есть снимки где вы сняли горизонтально не стесняйтесь скидывали модель как модель очень симпатичная пофотографируйте обязательно ее еще раз значит следующий участник это у нас камера sony slta 33 диафрагма 11 выдержка 1 160 дать поглядим что тут у нас так сейчас я время ты не засек вот теперь засек ну первое задается такой вопрос что это за вот этого что я про сейчас вот это вот это что даже вот что же такое то есть вот зачем вы это сами покрасили это вы сами покрасили так было такое ощущение что вы это покрасили потому что здесь вот уходит вот это все уходит за края как и здесь то есть вот видно вот про работу проработка вопрос зачем это нужно было там делать как и допустим вот здесь какая-то непонятная проработка это что вот эти листья зачем я понимаю по моему вы по тем какого видеозаписям которые у нас были на посте вы заново решили просто повторить то что было но повторяете это просто для того чтобы практиковаться они на каком-то на какой-то фотографии который вызвать как готовый результат потому что многие вещи они просто неуместны там где вы допустим делать вот здесь вы зачем-то вы сделали то есть вот это вот зачем это было нужно непонятно то есть вот это конечно очень странно теперь у меня еще такое ощущение что вы и и лицо и перекрашивали потому что вот я вижу что ухо и кожа но покрашена вот это вот в общем я не понимаю зачем это сделали и сделайте лучше по-нормальному не перекрашивать его так конечно если у вас какая-то творческая задача сделать какую-то там я не знаю цветную там фею либо еще что окей творческий окей но здесь я смотрю на чистоту вашей работы данном случае я вижу что ну немножко это фальшиво это детский сад поэтому переработайте по-нормальному эту фотографию и соответственно скиньте в группу потому что такое вот не пойдет это просто называется побаловались и вот здесь вот какое-то винетирование вот здесь вот почему-то какой-то дым чувствуется ну контраста какого ослабили вот здесь вот а вот здесь вот типа винетирование вот хотели сделать вот здесь что-то зачем-то светится то есть абсолютно непонятно поэтому ради интереса скиньте сырую работу и еще раз это проработайте мы все вместе посмотрим ну и следующий наш участник значит это камера канон 80d диафрагма объектив 85 18 диафрагма 2 и 8 выдержка 1160 со 100 окей давайте смотреть во первых что я тут вижу я вижу тут какую-то такое ощущение что пыху в лоб пыха в лоб плюс отражатель это как мы что пыху в лоб снимали и вот это что такое сзади немножко вот это вот непонятно нафига во вторых такое ощущение что вы обрабатывали тоже какой-то накамерный jpeg обратите внимание даже может быть это был и raw но сказать мне вот это что сейчас здесь включу то есть вот вот это вот вот этого что вот это вот вот это вот вот здесь вот видно полосы что это за такая странная проработка вот эти полосы идут здесь этих полос нет у меня такое ощущение что когда вы работали лечащей кисточкой точнее восстанавливающий она сейчас так называется режим наложения в этой кисточке как минимум был наверное в слове разница вот это вот вот я опять это вижу то есть это как потом на этой фотографии слишком наращена резкость на прям у вас тут to match нарушена и грязный снимок и соответственно он карматические аберрации не убрали то есть вот вот они это же можно все убрать в общем данном случае если смотреть вообще на снимок не видя вот этих всех ляпов я могу сказать что сниму получился плоский здесь нету не хватает никаких переходов в плане света теневого рисунка и вот здесь вообще нет плоско все однообразно и плоско почему так происходит во первых ваша пыха в лоб во вторых вы запомнили любые тени какие здесь есть и поэтому такой результат не забывайте что объем он очень очень важен и соответственно вы еще и в постобработке тени убрали там где не нужно их выбирать и поэтому еще раз говорю это смотрится плоско я бы теней бы наоборот сюда бы добавил то что как без теней зачем это плоскота здесь тени очень нужны рука как будто при грязная вот даже я просто к волосам их добавил чуть волосы просто затемнел уже стало как-то по-другому нежели она я вот здесь верну то есть вот уже стала как-то даже поинтереснее поэтому никакой пухи в лоб и следите за тем чтобы тени тоже были иначе это выглядит все плоско и когда ретушируете ретушируйте пожалуйста внимательно они вот так вот какой-то тяп-ляп увеличивайте всегда ваши фотографии и не добавляйте вот это вот какую-то ну что это раз детализация что он у вас даже здесь получается губы одни не тупо слиплись вы просто это размыриваете то есть вот участок тот цветовой шум появился вы либо просто еще раз поленились проработали просто jpeg вот и туда короче навели всякой ну в общем грязь и это много поэтому будьте пожалуйста внимательны в следующий раз и опять-таки скиньте сырой снимок очень интересно его посмотреть и понятно переделывайте этот снимок следующий наш участник это значит у нас камера камера 7d mark 2 диафрагма 8 выдержка 1160 iso 100 ну давайте его теперь будем смотреть я видел в группе был такой же снимок только цветной я не знаю почему автор выбрал именно черно-белый но здесь опять-таки видение автора и он так решил но в цвете могу сказать тоже смотрится само по себе прикольно вижу автор начал баловаться шумом окей опять-таки я уже говорил комментарии по поводу плечей здесь та же самая история вот не нравится мне вот это вот плечо вот именно это почему мне не нравится потому что если посмотреть здесь нужно это выравнивать здесь получается то что вот какой-то вот отсюда вот идет какой-то подъем то есть как складка надутая здесь вот так вот выглядит потом это выглядит какие-то обрубочки то есть маленькие обрубочки маленького плечка которая тупо закончилась то есть получается если я дальше буду вести линию вот просто ради интереса смотрите вот вот идет плечо идет 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 вот здесь вот вниз то есть вот закругление такое пошло и вот вот так вот идет то есть получается если мы дальше вот я вот здесь буду рисовать вот вот так вот плечо на что дальше у нее вот так идет плечо вот Вот здесь вы обрезали. Нет, нет, ну где-то вы обрезали вот, допустим, вот здесь. А дальше что у нее? Вот так идет плечо? Вот. Или оно вот так вот потом идет? То есть вот здесь вот непонятно. И, соответственно, так же самое, ну, один из участников в группе заметил то, что вот если линию шеи провести, то получается какая-то она странная. Да, я понимаю, что линия шеи идет вот так, либо как-то вот. Вот. Ну, немножко здесь непонятно. Но самое первое, что мне нравится, это вот эти вот плечи, особенно вот это вот плечо. Вот именно вот эта часть. Вот. И, соответственно, вот это вот обрезанное плечико выглядит как маленькие культяпки. Нужно было что сделать? Нужно было чуть-чуть ниже снять, чуть-чуть назад отойти, чуть-чуть ниже снять, чтобы у плечей больше было воздуха, иначе, ну, какие-то маленькие коленочки как будто. Вот. Если вы изначально так получилось, что сняли, что плечи маленькие, ну, есть небольшой такой выход, немножко подтянуть саму фотографию наверх, выделить, получается, плечи, ну, допустим, вот, скопировать, и, соответственно, их слегка опустить. Вот. И, соответственно, уже здесь получается, что плечей стало, ну, больше, чем было. То есть вот, они какие-то более-менее вытянутые. Конечно, дальше надо здесь опять прорабатывать и пластикой убирать лишние, то есть вот эти какие-то там закругления или еще. Сейчас. Ну, как-то вот так, что ли. Вот это плечо как-то, ну, вытянуть, чтобы оно побольше было. Но, видите, оно похоже на какую-то, не знаю, маленькую коленочку. Такая микро коленочка. Да, понятное дело, как это цветок погнулся весь и так далее. Ну, не знаю, вот здесь не нрав. Еще раз говорю, вот здесь мне прям не нравится. Где моя кисточка? Вот, вот эта часть мне не нравится. И то, что вот так плечи, такие маленькие коленочки, обрубочки. Вот. А касательно ретуши, конечно, вот очень сильно в глаза бросаются вот эти вот вены. То есть если смотреть, вот это вот смотрится одним большим пятном. Вот сдалека, вот если я сейчас сделаю, вот видно, как будто грязные глаза. Я бы у этой фотографии немножко поярче сделал бы блики. Слегка. И при том на одном из глазов, из глазов, интересно сказать, на одном из глазу у нас блик, он менее яркий. И это прям заметно. То есть получается это на правом глазу, ее правом глазу, для нас это слева. Вот я сейчас подправил. Вот уже насколько сейчас стало получше. В целом, что мне еще не нравится в этом снимке, мне не нравится, сейчас покажу, вот эти вот вещи. То есть их относительно много. То есть вот, лицо как будто не ровное, а как будто оно, вот бывает такое, из гипса слепили, но вот от отпечатки от пальцев остались, вот эти вот помятости. Вот здесь вот это есть. Я бы от этого хоть как-то чуть-чуть, я бы от этого бы избавился. В целом, девушка симпатичная. То, что у нее здесь губы выглядят сухими, какими-то опухшими, как будто вот чуть-чуть аллергия, я ничего не говорю. Но впредь, когда снимаете, у меня тоже, кстати, иногда такое бывает, я не сразу замечаю, но потом, как увижу, сразу потом бдю за этим. Простите моделей немножко, ну, облизывать губы для того, чтобы они не выглядели вот такими сухими. Потому что сейчас они выглядят как будто, вот особенно нижняя губа, как будто после какой-то она процедуры пришла, и она у нее опухшая. То есть вот, вот эта часть. Ну и, соответственно, вот они выглядят опухшими. То есть даже можно провести закрытый опрос, просто показать губы, вот так вот. Все нормально с губами, скажут, что какие-то опухшие, как будто аллергия. Вот, значит, еще раз, чуть-чуть губы выглядят какими-то разбитыми, но, может быть, они на самом деле у нее такие, но следите за тем, чтобы губы смазывали. Точнее, ну, облизывали. Потом вот эти вот участки, я бы их чуть-чуть проработал бы. Вот, далее мне не нравится вот эта вот опухлость, то есть как будто вот жидкость спустилась, и здесь вот такой вот какой-то, я не знаю, это видно. Вот, и, соответственно, вот так вот, то, что плечики, вот такие, как маленькие коленочки, торчат, я бы эти плечи сделал бы повыше. Вот, примеры всех этих плечей есть на нашем сайте фотошколы. Вы и среди моих работ их тоже можете увидеть. И еще раз скажу, что плечи порой очень сложно фотографировать. Иногда бывает, что я сам тоже мучаюсь, и вроде бы такая модель классная, вроде бы и норм, но когда она начинает это делать, смотрится, ну, не очень красиво, потому что все равно вот сесть вот так вот и как-то показать плечи, здесь тоже нужна пластика у модели. Вот, самое главное, когда снимаете, снимайте с пониманием того, как вы будете это ретушировать, и, соответственно, будет меньше проблем. В целом, фотография хорошая, но, опять-таки, лично, если так вот посмотреть, в цвете мне она больше нравится. Вот, и в цвете вот эти вот вещи, их меньше видно. Сейчас объясню, какие. То есть вот, вот это меньше видно в цвете, чем вот это вот бросается сейчас. Плюс тоже важно понимать, что когда переводят картинку в ЧБ, порой неправильно это делают. Часто, когда мы просто берем ползунок чего-либо там, чтобы было у нас черно-белое, сейчас я возьму какую-нибудь просто фотографию, допустим, ну, давайте возьмем вот эту. Ну, допустим, вот эту. Мало взять, просто перевести в ЧБ, потому что здесь, видите, вот просто параметры установлены и кем-то, и имеется в виду, что вот это вот как программа их выставила, так у вас эти параметры стоят. Если я нажму на авто, эти параметры поменялись. Если я начинаю крутить, то есть разные ползунки, соответственно, появляются разные вещи. То есть, допустим, вот вы просто вот так вот поставили черно-белое, и у вас вот такой получился результат. И обратите внимание, тоже вон губы какие-то вот стали непонятными. И получается, что в данном случае ваша работа в ЧБ выглядит хуже, только потому что вы просто как-то вытащили черно-белый слой коррекции, и вот так вот получилось. И обратите внимание, вот не так сильно бросались вены в глазах, пока я вот так вот это не включил. И все неровности кожи, все стало вот так вот торчать. Поэтому не всегда ЧБ, это лучше выход сделать так ЧБ, а если вы решили именно делать так, то подкручивайте ползунки, чтобы вас устраивал ваш результат. Не просто вот так вот открыли, а еще неправильно делают, как просто обесцветить фотографию, и вот вам ЧБ. Это не ЧБ, это неправильно. Вы должны переводить в ЧБ вот таким способом, и плюс регулировать сами ползуночки так, как вам это нужно, а не просто перевести или обесцветить фотографию. Я думаю, пример понятен, и всем это будет уроком. В целом моделька ваша красивая, но в цвете мне нрав больше. Ну и получается завершающая работа с нашего разбора. Эту работу я специально попросил, чтобы мне студент скинул. Здесь же его работа уже есть. Просто здесь, опять-таки, каждый студент сдает только по одной работе, но, как я ранее говорил в самом чате, то, что если будет что-то интересное, чтобы рассказать, я обязательно попрошу тоже скинуть. Значит, это было снято тоже на 6D Mark II, 100 мм макрообъектив, взяв фрагма 11 и выдержка 1125. Я знаю, что этот студент, когда снимает, он склеивает работы по фокусу, то есть он стекинг здесь проводит. Если я сейчас увеличу, ну, понятно, здесь вот видно, что это был не идеальный какой-то там черный фон. Вот, а даже если вы чистили фон, вот эту, короче говоря, вы здесь забыли вот эту грязь убрать. Но здесь я сейчас говорю не, как его, не вот этот пример разбираю, а касательно освещения. Во-первых, здесь, конечно, очень не хватает, чтобы, ну, здесь же камни стоят, видно, да? И очень не хватает, чтобы эти камни горели, потому что у этих камней тоже же есть цвет, это же не просто черные какие-то дырки, которые здесь есть. То есть если камушки будут гореть, будет уже смотреться гораздо круче само по себе. То есть вот, я просто немножко включу камни, видите, уже стало посимпатичней. То есть вот, прям классно-классно. Но, опять-таки, я не к этому примеру я это попросил. Вот, давайте посмотрим теперь на то, как здесь у нас сфотографирован, ну, в данном случае наш объект. Обратите внимание, здесь, то есть не каждый сразу заметит, но я сразу заметил, то, что здесь получается, что у вас объект сфотографирован, то есть объект, в данном случае, ну, ИСУС, он у вас здесь получился, как будто вы пленку, то есть негатив получился. То есть сейчас я объясню, что я имею в виду. Вот если я сейчас скопирую и переведу в негатив освещение, обратите внимание, теперь на нем свет стоит так, как нужно. Видите, да? То есть если здесь ощущение, что он негатив, а здесь получается, пленку как будто проявили, и стала норма. То есть вот так вот он читается, чем вот так. Я сейчас эту штуку приведу в норму. То есть сейчас я его отсюда вот так вот. То есть вот так вот. Сейчас. Вот, и, соответственно, что мне нужно сделать? Я немножко его подкрашу. Вот я думаю, каким образом. Давайте возьмем цветовым балансом. Я его просто переведу в желтый и конкретно только его. Чтобы он был у нас желтый. Немножко подниму яркость. И только опять здесь. То есть если бы, когда вы сфотографировали, если бы вы поставили свет с другой стороны, сейчас, секунду, я вот так вот еще сделаю. То есть вот. Ну вот. Было бы лучше. Конечно, если сидеть, шаманить, можно, в принципе, как-то вот это вот обыграть, вытащить. Но, блин, запаришься это делать, проще заново снять. Ну вот еще раз. Думаю, все понимают, что я имею в виду. То есть вот. Вот такие вот дела. Ну что ж, друзья, я прокомментировал все работы, которые мне скинули студенты. Тем, кому я сказал переснять, переретушировать, скинуть сырую, обязательно все это скидывайте. Мы это также будем в группе смотреть. Вот. Для тех, кто у меня не обучался, но хочет тоже участвовать в таких разборах, пожалуйста, не стесняйтесь. Я совсем скоро об этом объявлю. Я кое-какие моменты мне нужно до конца продумать. Вот. Будете скидывать работы, я тоже буду комментировать. Мне это не жалко. Значит, у меня также пришла идея сделать такую, не знаю, как это назвать, рубрику. Короче, тоже будут видосы, в которых будут ваши пересдачи. То есть, мы будем смотреть то, что вы сняли и в первый раз, что у вас вышло. И, соответственно, то, что вы пересдали. Это будет очень классно для того, чтобы сравнить, насколько вы растете. Вот. И это будет вам вообще прям мега полезно всем. Вот. Что еще сказать? Ставьте лайки, подписывайтесь. Это очень хорошо поможет продвижению нашему каналу. И чем будет больше участников, тем будет, короче говоря, интереснее и веселее. Тем больше будет различных работ, которые мы будем смотреть. Совсем скоро я начну записывать еще один новый видос на канал. Вот. Ну, в принципе, все. Я все сказал. Всем хорошего дня, всем хорошего вечера. В общем, друзья, до встречи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok